эти семена у нее. Если она решит со мной сражаться, то разве я смогу ухаживать за ней в будущем? Хансень омучила много вопросов, и он не знал, что ему делать. Серебряная лисица решила остаться там и подождать, пока созреют семена. Украсть у нее еду было очень сложно. Глава 609. Зрелый лотос. Когда Хансень вернулся на берег, он увидел королеву, которая мечом разрезала рыбу и приготовила ее. Хотя костер был из лос и небольших палочек, но похоже его хватило, чтобы поджарить рыбу. Возле костра Хансень увидел еще несколько мечей, на которой также была нанизана рыба. Ломтики были в золотистой корочке, с них капал жир. Хансень решил спросить. Это мне, что ты имеешь в виду для тебя? Я собираюсь их съесть, когда даем свое, ответила королева. Можно мне взять хоть немножко? Вежливо спросил Хансень. Если хочешь, то можешь взять. Королева отвернулась от Хансеня и продолжила есть приготовленную рыбу. Хансень улыбнулся. Он взял немного мяса и начал жевать. Рыба была очень горячей, но он не мог ждать, пока та остынет. Рыба была божественной, особенно по сравнению с сырой, которую они ели уже очень долго. Где твоя лисица? Спросила королева. Она наблюдала за Хансенем, который проглатывал кусочки, как сумасшедший. Женщина смогла немного расслабиться. Я скоро заберу ее, ответил Хансень. Правда? Королева не поверила ему. Иди и принеси ее, чтобы мы смогли все вместе поесть. В этом нет необходимости. Она всего лишь домашний питомец. Можешь не обращать на нее внимания. Хансень понимал, что когда серебряная лисица исцелила королеву, ты смогла узнать еще одну тайну его питомца, но он не хотел ничего про нее рассказывать. Хорошо, королева не стала больше ничего спрашивать и продолжила есть приготовленную рыбу. Хансень съел восемь кусочков рыбы. Наевшись, он упал на песок. Немного полежав, он выкрикнул. Удивительно. Королева тоже наелась. Она отозвала свои мечели и направилась к холмам. Что ты собираешь делать? Спросил Хансень и сел. Он боялся, что королева найдет его серебряную лисицу и странный лотос. Я просто хочу прогуляться, не останавливаясь, ответила королева. Я пойду с тобой, сказал Хансень и тут же вскочил. Он подумал. Похоже, что мне не удастся скрыть то, из-за чего не вернулась серебряная лисица. Королеве будет нетрудно найти серебряную лисицу и лотос. Поднявшись на холм, она сразу их заметила. Повернувшись, она пристально посмотрела на Хансеня. Затем на ее губах появилась дерзкая улыбка и, ничего не говоря, она отправилась к ним. Что это? Королева указала на лотос, когда подошла к серебряной лисице. Я не знаю, но когда мы его нашли, лисица отказалась уходить, объяснил Хансень. Королева ничего не ответила, а лишь немного осмотрела лотос и села рядом. На следующий день, королева спросила. Ты собираешься уходить? Если серебряная лисица не захочет уходить, то я тоже останусь. А ты хочешь уже уйти? Спросил Хансень. Если мы снова встретимся, то разделим это пополам. Королева посмотрела на Хансеня, но было не похоже, что она собиралась уходить. Что разделим? Питомца? Или ты хочешь сражаться с ним за еду? Хансень надеялся, что она скажет нет, хотя не сильно в это верил. Если она его съест, то я не буду ничего просить. Но если его возьмешь ты, то я хочу половину, ответила королева. Зачем мне это? Это для питомца, а я не питомец, поэтому не собираюсь его есть, резко ответил Хансень. Он начал ощущать раздражение. Королева ничего не стала отвечать, но осталась возле серебряной лисицы, которая охраняла лотос. Сначала его охраняла только серебряная лисица, поэтому я думал, что у меня есть шанс. Но теперь охранников стало двое, подумал Хансень. Он начал убеждаться, что серебряная лисица была самкой. Иначе почему она вела себя так, как королева? Это было единственным объяснением ее эгоистического поведения. Хансень никогда не думал о том, что он мог быть более эгоистичным, чем серебряная лисица и королева. Они пробыли на острове четыре дня. Белоснежные лепестки начали вянуть, но это происходило очень медленно, в день опадало только два лепестка. Только небеса могли знать, сколько понадобится времени, чтобы семена полностью созрели. Но было видно, что семена начали расти. Они стали похожи на кровавые кристаллы. От цветка исходил приятный аромат, который действовал успокаивающе и расслабляюще. Похоже, что это что-то хорошее, но как мне забрать все семена себе и не делиться с королевой и серебряной лисицей. Хансень каждый день внимательно следил за цветком и все время старался придумать план, чтобы схватить его раньше остальных. Хансень не был уверен в том, что сможет победить их обеих, иначе юноша просто забрал бы его себе. Спустя полмесяца, наконец, отпали все лепестки. Теперь лотос стал похож на тарелку. Семена стали круглыми и казались полными, они были размером с голубиное яйцо. Хансень так и не придумал, что ему сделать, чтобы полностью завладеть этими семенами. Однако, в этот момент, послышались крики птицы. Он увидел сине-зеленую птицу, которая была похожа на павлина. Он не видел, откуда та взялась, но птица в безумии летала над ними и громко кричала. Похоже, что она опасалась их и боялась подлететь ближе. Серебряная лисица начала нервничать. Лисичка встала и начала наблюдать за птицей, будто та была ее злейшим врагом. Хансень и королева были в шоке. Они начали догадываться, что это может быть супер-существо, так как птица перестала обращаться внимание на серебряную лисицу. Их лица помрачнели. Птица продолжала парить в небе и, похоже, не собиралась улетать. Но она и не спускалась к ним. Возможно, она ждала, пока семена полностью созреют. Откуда появилась эта птица? Где она обитает, если вокруг вода? Хансень думал, что за семена будут сражаться только королева и серебряная лисица. Если так, то у него был шанс получит хоть пару семян. Но теперь здесь оказалось супер-существо и никто не мог сказать, что может произойти. Возможно, даже Хансень вместе с серебряной лисицей не смогут противостоять супер-существу. Хансень погрузился в мысли и стал подавленным, как со стороны моря послышался какой-то звук. Присмотревшись к воде, стало казаться, что она начала кипеть. Вскоре появился омар с фиолетовым панцирем. Он был длиной в дюжину метров. Омар был еще в воде и создавал высокие волны. Затем он начал плавать вокруг острова, оставаясь на близком расстоянии. Черт! Еще одно! Сколько существ хотят получить эти семена? Хансень был разочарован. Он не знал, могут ли появиться еще какие-то супер-существа. Но, к счастью, пока больше никого не было. Кроме павлина и омара не было признаков того, что кто-то еще собирается забрать эти семена. Одно было в море, а второе в небе. Сейчас сбежать было почти невозможно. Давайте отступим. Если они нас окружат, то мы не сможем с ними сражаться, спокойно предложила королева. Серебряная лисица, пошли. С грустью в голосе выкрикнул Хансень. Он боялся, что она решит остаться и дальше охранять лотос. Здесь уже появилось два супер-существа, поэтому они быстро уничтожат ее. Конечно, лисица обладала большой силой, но все-таки, ее сила не была безграничной. Глава 610. Похищение, к счастью, Серебряная лисица не стала упрямиться. Когда Хансень ее позвал, она быстро прыгнула на руки юноши, хотя явно очень хотела заполучить семена. Хансень вздохнул с облегчением, и они вместе с королевой быстро убежали. Они не стали приближаться к морю, а спрятались у подножия одного из холмов. Вскоре после того, как они ушли, птица, похожая на павлина, быстро спустилась к лотосу. Амар тоже выбрался из воды и, щелкая клешнями, пополз на вершину холма, где рос лотос. Началась война за семена. Похоже, что птица решила, что они еще не созрели, поэтому, развернувшись, стала громко кричать на приближающегося Амара. Амар, щелкнув клешнями, бросился к птице. Несмотря на свое большое тело и панцирь, он был довольно быстрым. Павлин, расправив крылья, взлетел. Его перья встали дыбом, что показывало, что он враждебно настроен. Под его зеленым оперением открылся калаш из безупречных пятен в форме глаз, которые излучали синий свет. Когда Хансень посмотрел на эти мушки, у него закружилась голова. Ему показалось, что он может упасть в обморок. Несмотря на синий свет, сказала королева и быстро закрыла глаза. Вокруг ее тела появился фиолетовый свет. Это означало, что она активировала свой взломанный генный блок. Хансень сделал то, что она сказала. Он закрыл глаза и руками прикрыл глаза серебряной лисице, однако свет проникал сквозь веки. Он повернулся и спрятался за выступом, только это помогло ему. Королева также спряталась и никто из них не хотел открывать глаза. В данный момент они могли рассчитывать только на свой слух. Хансень применил нефритовую кожу, чтобы активировать взломанный генный блок. К счастью, для этого ему не нужно было открывать глаза. Теперь он мог спроектировать в своей голове все то, что происходило возле цветка. После появления синего света, Амар стал будто пьяным. Он шатался то влево, то вправо. Увидев, что враг находится в таком состоянии, павлин начала атаковать его. Панцирь Амара был очень прочный. Когда павлин попытался его клевать, то все, что он смог добиться, появление небольших царапин. Хансень в страхе следил за их сражением. Похоже, что Амар оказался в невыгодном положении, однако его панцирь был отличной защитой. Павлин ничего не мог сделать, чтобы причинить существу боль. Но синий свет, исходящий от павлина, продолжал вызывать у Амара головокружение. Никто из них не мог нанести другому серьезные повреждения, поэтому они оказались в тупиковой ситуации. Но эти двое пришли сюда только ради семян лотоса. Если павлин сможет удерживать Амара в таком состоянии, пока созреют семена, то он просто быстро их съест и улетит. Амар не сможет быстро прийти в себя, поэтому ничего не успеет увидеть. Что же нам делать? Спросил Хансень. Мы ничего не сможем сделать. Синий свет павлина вызывает сильное головокружение. Даже если мы с закрытыми глазами попытаемся приблизиться, то ничего не получится. Наши веки не могут полностью блокировать этот свет. К тому же, как мы сможем сражаться с двумя суперсуществами, если у нас будут закрыты глаза. Мы будем атаковать в кромешной темноте, ответила королева. Хансень ничего не ответил. Но в этот момент он ощутил какой-то приятных запах, который начал исходить от семян лотоса. Лотос засветился красным светом, а потом вокруг него образовался красный туман. Он выглядел каким-то зловещим, однако его приятный аромат стал настолько сильным, что его можно было ощутить в любом месте на этом острове. Семена скоро созреют. Хансень продолжал наблюдать, что происходит между павлином и омаром. Он постоянно думал, что можно сделать, чтобы забрать эти семена. Он не мог ждать, пока они полностью созреют, так как после этого существа проглотит их за мгновение. Учитывая размеры омара и павлина, семена были настолько мелкими, что даже не могли застрять у них в зубах. Серебряная лисица, которая была на руках Ансеня, начала нервничать. Казалось, что она в любой момент может вырваться и броситься к семенам. Но когда она открыла глаза, чтобы посмотреть на происходящее, то тут же уткнулась мордой в грудь Хансенью. Синий свет был эффективным сдерживающим фактором. Пока Хансень думал, стоит ли ему попытаться пробраться к цветку или нет, как со стороны моря послышался странный шум. Еще супер-существа. Хансень был сильно удивлен. Воспользовавшись седьмым чувством, он начал осматривать побережье. То, что юноша увидел, сильно его напугало. На всем побережье появилось множество существ и все хотели заполучить семена лотоса. Появились гигантские рыбы, огромные креветки и даже ужасающие моллюски. И еще было много существ, которых Хансень даже не мог описать. Огромная группа существа начала двигаться вглубь острова. Они направлялись к лотосу. Черт, что же это за семена? Ощущая такой приятный запах, они даже игнорируют присутствие серебряной лисицы. Они даже не обращают внимания на то, что на острове есть большие супер-существа и они все равно собираются попробовать забрать себе семена. Хансень был поражен. Трудно было представить, чтобы какая-то вещь могла заставить существ собраться и попробовать победить супер-существ. В небе появилось много птиц и летающих существ. Без какого-либо страха, они подлетали к семенам и не обращали внимания на супер-существ, которые продолжали сражаться между собой. Однако, когда они добрались до области, которую охватывал синий свет павлина, то все упали. Похоже, что более слабые существа вообще не могут выдержать этот свет. Все больше и больше существ взбиралось на холм, но все они умирали, достигнув определенной области. Некоторые умирали от синего света, а некоторые погибали от атак павлина и омара. Начала образовываться куча из трупов существ и в этот момент весь холм окутал красный свет. Давай отойдем. Здесь стало очень опасно, сказала королева и медленно начала отходить. Хан Сень понял, что семена вот-вот созреют, и он не хотел уходить с пустыми руками. Немного подумав, он отдал серебряную лисицу королеве и сказал, забери ее, а я попробую достать семена. Однако серебряная лисица выпрыгнула, похоже, что она не хотела никуда уходить. Но оказавшись в области синего света, она стала опьяненной. Хотя синий свет не смог бы убить серебряную лисицу, но ей нужно было бы приложить много усилий, чтобы добраться до семян, забрать их и вернуться обратно. Ты должна уйти отсюда. Не переживай, я принесу тебе несколько семян. После того, как заберу их, Хан Сень попытался успокоить своего питомца. Но серебряная лисица либо не понимала его слов, либо была просто очень упрямой. Она все равно хотела забрать семена и не обращала внимания на то, что почти не может идти. Хан Сень схватил серебряную лисицу и не дал ей идти дальше. Она была похожа на других существ, которые, несмотря ни на что, все равно хотели заполучить семена лотоса. Павлин и омар все еще продолжали сражаться друг с другом. Если какому-то существу удавалось взобраться на вершину холма, то оно тут же было убито. Получить приз в виде семян лотоса было очень сложно. Неожиданно изнутри лотоса появился яркий свет. Это был красный свет, направленный в небо, но он быстро распространялся. Приятный аромат начал расходиться по морю, из-за чего начало выползать еще больше существ, которые хотели сразиться за семена. Лотос созрел. Глава 611. Семена лотоса, красные кристаллы теперь существа, находящиеся на острове, больше не хотели сражаться друг с другом. Каждое существо полностью сосредоточилось на том, чтобы взобраться на вершину холма и забрать себе семена лотоса. Павлин находился ближе всех, к тому же он мог еще и летать. Хан Сень очень хотел схватить семена лотоса, однако ему помешала серебряная лисица тем, что никак не хотела уходить с королевой. В итоге, он опоздал. Павлин уже начал клевать семена и одно из семян с кровавым кристаллом открылось. Начало казаться, что у кровавого кристалла появились крылья, такие же тонкие, как крылья цикады. Крылья начали двигаться, и семя вылетело из лотоса. Неожиданно семена бросились в морду павлина, из-за этого гигантскому существу пришлось отступить, и оно начало громко кричать от боли. После легкого прикосновения красных кристаллов, на морде появились пузыри. Существо продолжало отступать и громко кричать, в итоге оно улетело и больше не вернулось. Амар, похоже, не обратил внимания на то, что произошло с павлином и приблизился к семенам, собираясь их съесть. Но в следующую секунду кровавые кристаллы снова оказались в воздухе и набросились на панцирь Амара. Существо тоже громко закричало. После такой атаки, оно быстро побежало к морю. Увидев, что семена стали необычными семенами лотоса, Хансень застыл на месте. Это были красные осы, которые напоминали драгоценные камни, рубины. А на конце каждого рубина было смертоносное жало. Хансень видел, что эти жало легко смогли пронзить перья павлина и панцирь Амара. Пузыри, которые появились на морде павлина доказали, что эти жало были очень ядовитыми. Видя, что суперсущества, павлин и Амар, испуганно убегают, по спине Хансень пробежался холодок. Теперь он был рад, что не смог добраться до этих семян. Если бы его ранило такое жало, то юноша оказался бы в намного худшем состоянии. Теперь из лотоса начало вылетать множество кровавых кристаллов. Хансень не знал, это делало само растение или там отложило яйца оса. Но, как бы там ни было, это была ловушка и он не смог бы получить никакой выгоды. Из лотоса вылетело восемь ос, которые махали своими тонкими крыльями. Для обычных существ токсичность их яда была такой же опасной, как и для суперсуществ. Последствия, наступающие после атаки, были ужасными. Сначала образовывался гигантский пузырь, затем кости начинали превращаться в жидкость и, наконец, все тело начинало опухать. В итоге оно разрывалось, напоминая резервуар с гноем и кровью. Когда других существ обрызгивала эта смесь, их тела начинали покрываться волдырями, хотя это и не было так же токсично, как прямой укол жало. Бежим. Хансень схватил серебряную лисицу и побежал к пляжу. Осы, кровавые кристаллы, были очень быстрыми, а Хансень не знал, сможет ли он выдержать их атаку. Свет, исходящий от павлина, исчез, поэтому королева и серебряная лисица, наконец, смогли открыть глаза. Приятный аромат стал не таким сильным и, казалось, что существа понемногу начали приходить в себя. Их окутывал страх и все начали убегать с вершины холма. С большим количеством разбросанных мертвых существ и еще оставшихся в живых, но окровавленных, этот остров стал похож на часть ада. Количество погибших существ было трудно подсчитать. Двое людей и серебряная лисица мчались к морю. Никто из существ не сражался между собой, так же они и не думало атаковать людей. В этот момент, у всех была только одна цель – убежать. Я думал, что смогу получить какую-то выгоду от этого лотоса, но я ничего не знал об этом растении и чуть не допустил ужасную ошибку. Хансень чувствовал себя дураком. Обернувшись, чтобы посмотреть, что происходит за ними, юноша почувствовал, как его рот непроизвольно открывается. Одна оса летела в их направлении. Она, как красный метеор, с невероятной скоростью, приближалась к ним. Насколько люди неудачливые, они даже могут задохнуться, когда пьют воду. Почему среди такого количества существ эта оса выбрала именно нас? В сердце Хансенья не осталось надежды. Парень сконцентрировался. Его сердце тарабанило, как гром. Его седьмое чувство достигло нового уровня и кровь начала кипеть. Королева заметила, что Хансень не был медленнее нее, что было удивительным. Если он еще не взломал первый генный блок, то он не должен был быть таким быстрым, как она. Но сейчас было неподходящее время, чтобы остановиться и начать выяснять, зачем он обманывал. Поэтому, стиснув зубы, она продолжила бежать настолько быстро, насколько могла. Они бежали, и королева заметила, что Хансень ускоряется. Вскоре он оказался возле нее. Спустя немного времени парень обогнал ее, а сама королева не могла его догнать. Хансень тоже заметил, что его скорость значительно увеличилась, после того, как он взломал первый генный блок. Хотя, применяя нефритовую кожу, он не мог контролировать лед и холод, но сила, которую он получил после взлома генного блока, казалась невероятно высокой. Похоже, что такой силы не смог достичь никто из тех, кто также взломал первый генный блок. Однако он недолго радовался. Он видел, что красная оса все ближе и ближе. Хансень был уверен, что они стали ее целью. Если бы это было не так, то она не стала бы так упорно догонять их. Но юноша не знал, кто именно из них был ее целью. Он, серебряная лисица. Королева, мы должны разбежаться. Выкрикнул Хансень и побежал в другом направлении. Как он и подозревал, оса повернула за ним. Ее целью был именно Хансень. Она действительно следует за мной и серебряной лисицей. Хотя Хансень не ожидал этого, но все равно начал ругаться. Эти осы были невероятно быстрыми. Несмотря на его головокружительную скорость, одна из них быстро догоняла юношу. Оса совершила первую атаку. Но Хансень смог уклониться и при этом не снизил скорость. Кровавый кристалл был настолько маленьким, что было очень трудно следить за ним, особенно на такой скорости. Если бы не седьмое чувство, то Хансень стал бы уже одним большим пузырем. Ему было очень сложно следить за осой глазами. Поэтому Хансень применил сутру Донсюяни, основываясь на чувства. Мог определить, куда и когда она будет атаковать. Юноша успешно уклонялся от каждой атаки. Серебряная лисица, которая спряталась на груди Хансеня, была настороженной. В ее глазах мелькали искры, но оса двигалась очень быстро, и Лиса никак не могла ударить ее молнией. Хансень не знал, сколько он сможет еще продержаться. Все, что он мог сделать, так это бежать к пляжу. Несмотря ни на что, он должен был добраться до моря. Если другие осы решат присоединиться к преследованию, то все будет кончено. Неважно, насколько хорошо были развиты его чувства, но от большего количества он просто не сможет уклоняться. Достаточно было лишь одной пылинки, чтобы склонить чашу весов. Имея дело с единственной осой, у Хансеня исчерпывались невероятные навыки интуиции и суждения. Теперь ему стало намного сложнее использовать свое седьмое чувство. Королева уже добежала до моря и увидела вдалеке Хансеня, за которым гналась оса. Стиснув зубы, она призвала метательный нож и бросила его в направлении юноши. Однако оса двигалась на невероятной скорости, поэтому попасть в нее было почти невозможно. Глава 612. Невероятное чувство силы Хансень хотел забежать в море, но кровавый кристалл не позволял ему приблизиться к воде. Он был вынужден уклоняться от так, поэтому не мог добежать туда, куда хотел. Неважно какие навыки использовал Хансень и какую применял силу, осе стоило лишь взмахнуть крыльями и она разрушала все планы, которые он строил. Однако оса до сих пор не смогла ужалить Хансеня, хотя преследовала его довольно долго. Королева была этим удивлена. Женщина подумала о том, что если бы она оказалась на месте этого парня, то уже давно была бы ужалена. Королева не думала, что он может уклоняться, просто используя свои навыки. Ей казалось, что Хансень может предсказывать, что собирается сделать его враг. Еще до того, как кровавый кристалл перемещался, чтобы атаковать, парень уже начинал уклоняться. Если бы он рассчитывал только на свои навыки, то не смог бы уклониться, несмотря на свою высокую скорость. Похоже, что Хансень знал все наперед. Кроме того, он не использовал для этого никаких навыков. Казалось, что это был его невероятный талант. Ее предположения были близки к истине. Хотя Хансень еще не полностью овладел седьмым чувством, но его остальные чувства также стали намного сильней. Королева думала о том, что юноша может читать мысли осы, поэтому и начинал уклоняться до того, как она собиралась его ужалить. Если бы на месте юноши был кто-то другой, даже при том, что этот кто-то обладал бы намного высшей скоростью, он все равно не смог бы уклониться от таких жестоких атак. Королева хотела бросить нож, чтобы помочь ему, однако, как и серебряная лисица, она не могла найти подходящего момента. Стиснув зубы, женщина призвала щит от души существа со священной кровью и направилась к Хансенью. Не подходи. Хансень был удивлен, что королева решила к нему приблизиться. Она обладала отличным навыком небесным го, но учитывая скорость осы, они были бесполезны. Но королева не стала его слушать и продолжала приближаться. Спустя немного времени она бросила щит и закричала. Беги. Хансень увидел, что щит летел в то место, из которого оса собиралась атаковать. Он был поражен, что королева смогла настолько точно просчитать движение осы. Ты действительно королева. Хансень очень обрадовался. Он сделал то, что сказала королева и пока щит должен был его защитить, бросился к морю. Дзинь. Атака осы была похожа на летящую пулю. Она пронзила щит. Несмотря на то, что щит был металлическим, это ни капельки не остановило осу, и она продолжила преследовать Хансеня. Бам. В этот момент королева бросила нож, который попал прямо в голову осы. От удара нож слегка сверкнул и разлетелся. Хотя удар пришелся в центр головы осы, но это все равно не смогло ее замедлить. Аса мгновенно облетела осколки от ножа и продолжила преследовать Хансеня. Воспользовавшись временем, которое выиграла для него королева, Хансень успел пробежать 10 метров. Но оса быстро его догнала. Однако он кое-что заметил. Хотя осу не смог остановить металлический щит и точный удар в голову, она почему-то облетела осколки оружия. Это не означало, что она их опасалась. Некоторые кусочки все же ударялись о ее тело, но не наносили никакого вреда. Но от отдельных осколков она явно старалась уклониться, а это могло означать, что у осы есть какие-то слабые места. Несмотря на то, что Хансень не стоял на месте и не наблюдал за происходящим, он все равно смог проанализировать каждую деталь, благодаря своим сильным ощущениям. Хансень понял, что она избегала осколков, которые могли попасть ей в талию. Это было место, где соединялась грудная клетка с животом. Это напоминало талию женщины. Местечко было самым тонким. Когда осколки приближались к этому месту, оса быстро меняла направление. Оса не обращала внимание на другие осколки, которые отскакивали от ее тела. Вот оно. У Хансеня появился странный взгляд. После преобразования в снежную леди вокруг него появился холодных воздух, его сознание стало очищаться. Теперь юноша не испытывал никаких человеческих чувств и стал бесстрашным. Внезапно Хансень замер на месте и посмотрел на осу, которая его преследовала. Что ты делаешь? Королева была удивлена. Она видела, что оса обладала невероятной силой, но Хансень, похоже, собирался с ней сразиться. Он хотел умереть, но то, что произошло в следующий миг, заставило зрачки королевы сильно сузиться. Оса вспыхнула перед Хансенем. Королева навидела, куда она собиралась ужалить, но заметила, что Хансень взмахнул рукой. Это было невероятно. Его рука была похожа на лезвие и двигалась со скоростью молнией. Хансень взмахнул рукой горизонтально, чтобы уничтожить осу, которая приблизилась к нему. Ее одноразовое оружие ни капельки не смогло остановить осу, однако от руки Хансеня она начала уклоняться. Хансень не попал по цели, однако он убедился, что у осы слабым местом была именно талия. Иначе она не стала бы уклоняться. Отступая, юноша продолжал пытаться остановить осу. Маленькое существо прилагало много усилий, чтобы избегать атак Хансеня. Она была очень быстрой, и у Хансень не было возможности попасть по ней. Но теперь Хансень мог дышать и продолжал не спеша отступать к морю. Королева была уже в воде. Она высунула лишь голову, чтобы наблюдать за Хансенем, которого продолжала преследовать оса. Скорость атак Хансеня не могла соответствовать скорости осы, но королева все равно была очарована происходящим. Он не использовал какой-либо навык. Юноша пользовался предсказанием, которым владел на очень высоком уровне. Королева наблюдала за сражением между Хансенем и осой, как вдруг что-то ощутила в своем сердце. Она пока не могла точно понять, что же такое ощущало. Плеск Хансень наконец нырнул в воду. Похоже, что оса боялась воды больше, чем белый тигр. К тому же она не обладала никакими способностями, поэтому как только Хансень оказался под водой, она больше ничего не могла сделать. Оса не собиралась преследовать его, полетав немного по пляжу. Она устремилась вглубь острова, чтобы атаковать существ, которые еще не успели добраться до воды. Ты хорошо справился, когда они выбрались из невероятно опасного и затруднительного положения, королева посмотрела на Хансеня холодным взглядом. Кашель. Я только взломал первый генный блок. Я был вынужден это использовать, так как это был вопрос жизни и смерти. Отчаянные ситуации требуют отчаянных мер. Сказав это, Хансень рассмеялся. Он понимал, что больше не сможет скрывать от королевы то, что уже взломал первый генный блок. Королева лишь закатила глаза, у нее не был сил спорить с ним. Она призвала кита и забралась на него. Спасибо. Хансень искренне поблагодарил ее и, вместе с серебряной лисицей, тоже забрался на кита. Если бы королева не попробовала атаковать осу, и он не увидел слабое место существа, то Хансень вряд ли был бы сейчас здесь. Глава 613. Получение сокровища. Это броня от души существа со священной кровью моя. Хорошо. Теперь мы в расчете. Оглянувшись на остров, королева нахмурилась. Больше не было слышно никаких звуков. Существа, находившиеся на острове, либо сбежали, либо были убиты. На острове снова воцарилась полная тишина. Однако это место все равно напоминало ад. Повсюду были трупы и кровь, при взгляде на такую картину по телу начинали бегать мурашки. Как думаешь, мы могли бы убить Техос? Спросила королева у Хансеня. Хансень понял, что она имела в виду, покачав головой, он ответил. Моя скорость медленнее, чем у Техос. Хотя я и понял, где их слабое место, но какой в этом смысл, если я все равно не могу попасть? Кроме того, кроме того, что королева посмотрела на Хансеня. Нет никакой уверенность в том, что я смог бы убить их, даже если попаду по этим местам. Я думаю, что я смог бы нанести им лишь небольшое повреждение. Хансень не стал преувеличивать свои возможности. Когда он сражался с золотым львенком, он не смог проколоть даже его глаз. Хотя у этих ос, скорее всего, слабым местом была талия, но он сомневался, что она может быть менее прочной, чем глаз. Слабое место – это место, которое было лишь немного слабее всего остального. Однако общая сила суперсущества была невероятно высокой, поэтому такие слабые места ничего не значили для Хансеня. Королева вздохнула. Она понимала, что он чувствовал. За Хансенем гналась только одна оса. Даже с ней было очень трудно справиться. Что тогда говорить, если бы их окружили все теосы, которые вылетели из лотоса? Они вряд ли смогли бы выжить. Мало кто мог уклониться от таких атак, как это делал Хансень. Даже королева не была уверена, что сможет продержаться столько, сколько смог выдержать юноша. Остров казался мертвым. Какое-то время эти двое наблюдали за ним, но понимали, что у них нет шанса вернуться туда. Они решили плыть дальше на своем большом ките. Но в этот момент серебряная лисица вырвалась из рук Хансеня и, как серебряная молния, устремилась обратно на остров. Серебряная лисица, что ты делаешь? Хансень был поражен. Им было очень трудно покинуть этот остров. Тогда почему она решила вернуться? Стой. Там 18 ос, если они все вместе нападут, то мы не сможем с ними справиться. И не сможет убежать, сказала королева. Жди здесь. Я пойду и заберу ее. Немедля, Хансень тоже помчался на берег. Конечно, он не хотел рисковать своей жизнью ради серебряной лисицы, но он отлично понимал ее действия. Он знал, что лисица также не будет необдуманно рисковать своей жизнью. Иначе, когда Хансень сражался с Осой, она не стала бы прятаться у него на груди. Если бы ее жизни что-то угрожало, то лиса не стала бы возвращаться. На острове должно было что-то измениться. Хансень быстро бежал за серебряной лисицей и понял, что она отправилась к лотосу. Не задумываясь, парень продолжал бежать за ней. Хансень, основываясь на свои чувства, понял, что на острове больше нет ос. Осы решили покинуть остров. Хансень в недоумении оглядывался по сторонам. Ему стало очень любопытно. Если осы действительно покинули остров, то это значило, что лотос использовался для того, чтобы отложенные яйца созрели. Значит, в этом растении не было ничего особенного. Но тогда почему серебряная лисица решила вернуться к нему? Может, она решила поесть трупы существ? У Хансеня появилось такое предположение. В этот момент они уже добрались до холма с лотосом. Вокруг все выглядело ужасным. Из-за множества трупов и крови не было видно красивой зелени. Хансень был возле лотоса. После того, как все осы покинули цветок, оставшиеся лепестки тут же опали. Теперь от него осталась одна сердцевина. Серебряная лисица, без замедления, подбежала к остатку и одним укусом откусила ее. Серебряная лисица начала жевать кристально чистую сердцевину лотоса. Дай мне немного. Дай мне. Хансень схватил своего питомца и попытался открыть пасть, однако она уже все проглотила. Черт, ты очень жестока. Я только что спас тебе жизнь. А ты маленькая эгоистка, даже не дала мне попробовать. Хансень начал кричать на серебряную лисицу. Однако питомец игнорировала своего хозяина. Она начала обнюхивать землю, а потом зарычала и лапами принялась рыть каменистую землю. Под ее мощными лапами грунт казался тафу. Вскоре лисица выкопала яму глубиной в два метра. Там что-то есть? Хансень подавил гнев. Ему стало любопытно. Юноша увидел, что это было связано со стеблем лотоса. Серебряная лисица продолжала рыть и Хансень увидел что-то белое. Ты уже сделала свою работу, поэтому заслужила отдых. Позволь мне продолжить. Хансень спрыгнул в яму и посадил лисицу себе на плечо. Затем он начал руками раскапывать дальше. Он боялся, что серебряная лисица сейчас что-то выкопает и съест, а ему опять ничего не достанется. Парень не хотел, чтобы случилось то же самое, что произошло с сердцевиной лотоса. Хансень недолго разгребал землю и вскоре увидел три корня лотоса. Они были толщиной с руку ребенка и длиной около дюжины сантиметров. Хотя они все еще были в земле, но было видно, что они сверкают, как кристаллы. Казалось, что корни сделаны из чистейшего снега. К тому же, от них исходил приятный аромат. Хансень достал три корня лотоса, чтобы получше рассмотреть. Но в этот момент серебряная лисица спрыгнула с его плеча и схватила один. Она тут же начала с жадностью жевать корень. Черт, как я про нее забыл. Она подлый манипулятор. Я все время про это забываю. Сердце Хансень начала обливаться кровью. Он еще не понял, что именно раскопал, как один из корней уже начала жевать серебряная лисица. Остальное мое, ты свое уже съела. Увидев, что серебряная лисица с жадностью смотрит на оставшиеся корни, Хансень крепко их прижал к себе. Притомец подошел к ногам Хансеня и начал тереться о них. Даже не пытайся быть милой. Это мое, на этом точка. Хансень быстро спрятал корни лотоса и взял на руки серебряную лисицу. Королева тоже вышла на берег и направилась к холму. Держа в руках серебряную лисицу, Хансень быстро побежал к ней. Юноша не хотел, чтобы эта женщина узнала о том, что он только что нашел. Я не знаю, куда делись осы, но похоже, что здесь больше нет ни одной, сказал Хансень, когда оказался перед королевой. Что ты нашел? Спросила королева. Она сразу догадалась, что он что-то недоговаривает. Всего лишь сердцевину лотоса. Но когда я догнал лисицу, она уже все съела. Я так и не узнал, могли ли мы что-то получить от нее или нет. Моя лисица очень эгоистична. Хансень хотел выжать из себя несколько слезинок, но не смог. У королевы появился недоверчивый взгляд, но она ничего не стала говорить. Вскоре они вернулись на берег. Два человека и лисица продолжили свое путешествие. Они надеялись, что скоро смогут найти землю. Однако проплыв пять дней, так ничего и не увидели. Им не встретился даже остров. Неожиданно, вдалеке послышался странный звук. Хансень и королева хорошо знали этот звук, их лица тут же изменились. Глава 614. Возможность. Хансень узнал звук, его издавал павлин, которого они видели на острове. Его ужалили осы, и павлин быстро улетел. Люди даже не могли подумать, что так скоро снова с ним столкнуться. Его крик наполнен болью и страданием. Это все еще из-за яда? Спросила королева, смотря в ту сторону, откуда доносились крики. Если он действительно до сих пор страдал от яда, то у людей появилась возможность уничтожить супер-существо. Это было бы первый раз в истории. Давай посмотрим. Хансень был возбужден от волнения и радовался, что у них может появиться отличная возможность. Если бы он смог убить супер-существо, не приложив много усилий, то это было бы очень хорошо. Даже если он не сможет получить его душу, то он сможет съесть плоть и получить несколько супер-очков гена. Посмотрев друг на друга, они поняли, что думают об одном и том же. Королева приказала киту плыть в направлении, откуда доносился крик павлина. Птица кричала очень громко, казалось, что своим криком она может уничтожить что угодно. Существа, которые были поблизости, казались испуганными, а те, которые летали по небу, старались избегать с ним встречи. Люди проплыли 40 мили, заметили на горизонте остров. Он был очень маленьким, напоминая просто небольшой риф. Павлин стоял на рифе, вся его морда гноилась. Он был красным и весь покрыт волдырями, из которых сочились гной и кровь. Похоже, яд все еще продолжает действовать, сказал Хансинь. Он был счастлив, что павлин находился в таком состоянии и пытался справиться с отравляющим его ядом. Однако Хансинь задумался, смогут ли они есть его плоть, если она вся пропитана такой отравой. Королева приказала киту остановиться на довольно большом расстоянии от птицы. Она не хотела бездумно приближаться. Несмотря на то, что супер-существо испытывалось сильную боль, оно все равно оставалось супер-существом. Даже теперь им будет сложно убить его. Люди не знали, насколько сильно был поврежден павлин, поэтому если бы они начали действовать необдуманно, то это могло стоить им жизни. Он продолжает громко кричать. Похоже, что у павлина еще много сил. Может мы подождем несколько дней и посмотрим, что будет, предложил Хансинь. Чем дольше они ждали, тем слабее становилась птица. Они были готовы рискнуть своими жизнями, чтобы попытаться убить супер-существо, но это нужно было сделать лучше позже, чем раньше. Но вскоре люди заметили, что море возле рифа начало бурлить, появились волны высотой в 10 метров. Из мутной воды показалось гигантское фиолетовое существо с металлическими клешнями. Не было сомнений, что его целью был павлин. Вернулся гигантский фиолетовый омар. Он не смог ничего получить на острове, а теперь, похоже, собирался отомстить павлину за то, что он издевался над ним. Павлина ужалили прямо в лицо, похоже, что это повлияло и на его мозг. Павлин стал не таким умным и не таким быстрым. Через мгновение омар схватил его за крыло. Павлин не мог вырваться из хватки омара. Он махал крылом, но никак не мог взлететь. Чем больше он сопротивлялся, тем больше с него сыпалось перьев. Павлин был в ярости. Он снова начал светиться синим светом, от которого омар тут же опьянел. Казалось, что омар был к этому готов, так как продолжал крепко держать павлина. Несмотря на ярость, с которой пытался отбиться павлин, омар все равно не отступал. К тому же панцирь омара был очень прочным, павлин ничего не мог с ним сделать. В итоге, из его захваченного крыла потекла кровь, а вода стала покрываться множеством перьев. Когда эти два существа сражались, королева закрыла глаза и отвернулась, чтобы избежать фиолетового света. Хотя они были довольно далеко, но свет был мощным и распространился на большую территорию. Даже если посмотреть на этот свет одну секунду можно было ощутить сильное головокружение. Они были в море, поэтому королева опасалась, что может упасть в воду и утонуть. Хансень сделал то же самое, но при этом активировал взломанный генный блок. Используя свои чувства, он знал, что там происходит, хотя и не смотрел. Павлин очень сильный, однако из-за мощного воздействия яда и атакамара он, скорее всего, скоро умрет, подумал Хансень. После этого он сразу начал думать о том, как воспользоваться этой ситуацией. Риф начал трещать, а волны продолжали бушевать. Под весом огромных существ риф не выдержал и начал рассыпаться. Панцирь амара был очень крепким. Продолжая крепко держать павлина, он пытался затащить птицу под воду. Все, что оставалось павлину, клевать панцирь, но это не приносило никакого результата. Хотя павлин продолжал сопротивляться, но если риф полностью разрушится, то он гарантированно окажется в водной могиле. Почему амар не отравился? Про себя подумал Хансень. Однако наблюдая за тем, что происходит, они радовались, что не поспешили и не начали атаковать павлина. Если бы они это сделали, то, скорее всего, уже были бы убиты амаром. Бум. Спустя три часа риф разрушился, и павлин оказался в воде. Хотя от павлина все еще исходил фиолетовый свет, но он уже не был настолько эффективен, как прежде. Теперь свет не действовал на Хансеня и королеву. Королева повернулась и посмотрел на воду. Вдали был виден слабый фиолетовый свет, а вокруг него продолжала бурлить и пенится вода. Высокие волны сталкивались друг с другом. Какое ужасное существо. С ним было бы очень сложно сражаться, вздохнув, сказала королева. Верно, мы не смогли бы убить его. Но сейчас у нас появился шанс. Хансень с жадностью смотрел на вздымающиеся волны. Возможно, они сами не смогли бы убить павлина, но на него напала мара. Сейчас он тащил его глубоко под воду. Он должен был умереть, несмотря ни на что. Возможно, появилась подходящая возможность, чтобы легко добить существо. Однако Хансень не решался прямо украсть добычу у амара. Он знал, что у него для этого недостаточно сил. Но если он сможет сделать это быстро, то у него будет шанс получить душу супер-существа. Что ты делаешь? Нахмурившись, королева смотрела на Хансеня. Жди здесь, хорошо? Сказав это, Хансень быстро нырнул в воду. Серебряная лисица продолжала сидеть на плече Хансеня. Она крепче схватилась за него и нырнула вместе с парнем. Так как в воде огромные существа продолжали сражаться, то образовывались различные течения. Время от времени Хансеня затягивал какой-нибудь водоворот. Ему было очень сложно плыть прямо. Юноше повезло, что он умел дышать под водой. Соответственно, Хансень не переживал, что может утонуть. У него была только одна проблема. Юноша плыл намного медленнее, чем ему хотелось. Амар изо всех сил пытался затащить павлина как можно глубже. Хотя павлин пытался сопротивляться, но это было бесполезно. Они погружались все глубже и глубже. Хансень плыл за существами, погружаясь в темную воду. Он использовал свои чувства, чтобы наблюдать за происходящим и ждал подходящего момента. Хотя павлин не мог вырваться, но он все еще отбивался. Его удары становились все слабее. Похоже, что он скоро должен был умереть. Глава 615. Убийство павлина Хансень продолжал преследовать Амара, который погрузился уже на тысячу метров. Синий свет, исходящий от павлина, продолжал тускнеть, что говорило о том, что птица скоро умрет. Его крылья были повреждены клешнями Амара. Из ран сочилась кровь, окрашивая воду. Хансень видел павлина только благодаря его тусклому свету. Морда павлина уже сгнила, поэтому оказавшись в воде, плоть начала отпадать. Его череп постепенно обнажался. Перья, покрывающие все его тело превратились в лохмотья, а хвост также был поврежден Амаром. Павлин, который на острове выглядел гордым и красивым, теперь был хуже мокрой курицы. Похоже, что высокая защита намного выгоднее. Это доказано Амаром, который почти убил павлина, подумал Хансень. Хотя павлин обладал большой силой, но не имея настолько прочной защиты, как у Амара, оказался в ужасном положении. Но целью Хансеня был не Амар. Даже павлин, имея мощный клюв, смог оставить на панцире лишь небольшие царапины. Хансень не хотел рисковать и стать следующей целью Амара. Даже если бы он использовал силу инь, то все равно вряд ли смог бы повредить существо. Видя, что павлин умирает, Хансень поплыл быстрее. Из-за крови вода стала мутной, поэтому Хансеня почти не было видно. Юноша был на расстоянии в 10 метров от них. Амар выглядел счастливым, играя с почти безжизненным телом и не замечая, что за ним наблюдают. У павлина больше не было сил, чтобы сопротивляться. Его глаза стали белыми, а сам он начал тонуть. Павлин отреагировал только на очередную атаку Амара. Хансень призвал фиолетово-медный меч и крепко сжал в руки. Этот меч был от души существа со священной кровью, поэтому если ему удастся нанести один удар в слабое место птицы, то он сможет убить ее. Слабым местом, о котором думал Хансень, в данный момент была самая большая рана, которую оставил Амар. Хансень передвигался с большой осторожностью. Юноша не мог допустить, чтобы Амар заметил его, но ему надо было подобраться к ним очень близко. Парень тщательно осмотрел поврежденное тело павлина и попытался выбрать рану, в которую мог бы попробовать ударить. Но какую бы он не выбрал, у него был только один шанс. Как только юноша ударит, Амар, который весело играл со своей добычей, сразу заметит его. У него не будет второго шанса. На крыле была самая большая рана, однако Хансень понимал, что даже если он ударит в это место, то не повредит жизненно важные органы. Хотя павлин выглядел обессиленным, но все его раны не были смертельными. На самом деле, никто из них жестоко не сражался. Павлин должен был просто утонуть. Сами раны не могли убить его, а кровотечение не было слишком сильным. Хансень продолжал наблюдать. Если он хотел убить павлина одним ударом, то, скорее всего, ему нужно было бить в то место, в которое его ужалила оса. На морде павлина было гнойное месиво. Из глаз сочилась кровь, говоря о том, что его мозг также был поврежден. Хансень старался избегать плазмы, которая излилась в море. Хотя она была похожа на кровь, но в воде начинала затвердевать. Плазма не разбавлялась в воде и не делала ее мутной, как было с самой кровью. Хансень смог незаметно подплыть сзади павлина. Амар продолжал играть со своим пернатым врагом и пока не замечал юношу. Хансень стал взволнованным. Парень понимал, что если его сейчас обнаружат, то он будет вынужден быстро удирать, так как не смог бы сразиться с Амаром. К тому же, они находились в воде и на большой глубине. Хотя Амар казался не таким страшным, как оса, но его панцирь делал его непобедимым. Кроме того, несмотря на его энергию и хорошую скорость в воде, у юноши не было сомнения, что Амар будет быстрее него. Соответственно, Хансень не хотел злить супер-существо. Если бы они были на суше, то, возможно, у парня была бы возможность сражаться. Но они находились в воде. Поэтому юноша больше всего опасался, что его могут заметить. К счастью, удача была на стороне Хансеня. Он смог близко подобраться к павлину, а Амар его так и не обнаружил. Но Хансень хотел ударить павлина в глаз, а это было проблематично. Амар был в таком месте, откуда сразу же заметил бы его. Какое-то время Хансень находился рядом с павлином и ждал подходящую возможность. Но она никак не наступала. Подождав еще немного, Хансень так и не смог дождаться подходящего шанса. Но у него больше не было времени. Казалось, что павлин превращается в призрака. Его голова моталась из стороны в сторону, а тело все меньше реагировало на атаки Амара. Нет, я не могу больше ждать. Если я этого не сделаю, то павлин умрет. Я должен пойти на риск. Хансень стиснул зубы, покрепче сжал меч и уставился на болтающуюся голову павлина. Юноша применил Херес мантру и силу нефритового солнца. Его сердце и почки работали как генератор, также он применил перегрузку и теперь его тело было переполнено невероятной силой. Сила была на максимальном уровне, и юноша был готов начать действовать. Хансень решил не преобразовываться в снежную леди, а стал королевой фей. Ему нужно было более четкое зрение, чтобы как можно лучше рассмотреть движение Амара и голову павлина. Парень воспользовался своими чувствами и сосредоточился на каждой детали, чтобы как можно лучше предсказать все возможные действия. Нанеся этот удар, он сразу привлечет внимание Амара. Хансень двинулся вперед. Его жизнь зависела только от того, сможет он избежать атак Амара или нет, поэтому юноша не мог допустить ни одной ошибки. Он не мог позволить себе действовать беззаботно. Появилась возможность, и парень, не задумываясь, начал действовать. Он, как торпеда, устремился к голове павлина, держа на готове меч. Как только Хансень сделал свой ход, Амар сразу увидел его. Клешни, которые уродовали павлина, теперь устремились к нахальному человеку. У Хансеня был холодный взгляд. После того, как он взломал генный блок с помощью нефритовой кожи, юноша мог избавляться от чувства страха и не бояться смерти. Клешни Амара были невероятно быстрыми. Хансень понял, что если продолжит свою атаку на павлина, то он не успеет уклониться от них. Однако если он сейчас убежит, то у него не будет второго шанса, чтобы попробовать убить павлина. Юноша молниеносно начал действовать. Одной рукой Хансень воткнул фиолетово-медный меч в глаз павлина и тут же призвал золотую броню и глиф. Второй рукой он попытался остановить клешню. Хлюб. Меч от души существа со священной кровью пронзил глаз павлина. Хансень не ощутил никакого сопротивления. Но в тот же момент большущая клешня оказалась возле Хансеня. Он получил удар. Сильная боль. Рука Хансеня ударила его в грудь. Захлебываясь кровью, он, как пушечное ядро, отлетел на несколько десятков метров. Глава 616. Бегство Хансень не использовал силу и не силу Ян. Получив удар от Амара, юноша был сильно потрясен его невероятной силой. Мастер заимствования силы. Хансень обладал этим навыком и научился хорошо использовать силу своего соперника. Юноша не применил никаких навыков. Он просто воспользовался силой Амара, которая помогла ему быстро отдалиться на несколько десятков метров. Но сила Амара оказалась очень большой. Хотя он большую часть смог поглотить, но все равно чувствовал, что его ребра и внутренние органы получили повреждения. Изо рта потекла кровь, тут же смешавшись в морской водой. Однако в этот момент юноша услышал голос, от чего стал безумно счастлив. Убито супер-существо павлин с обездвиживающим взглядом. Получена душа существа. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 супер-очков гена. Но у Хансень не было времени, чтобы полностью насладиться полученной душой супер-существа. Он ощущал сильную боль в грудной клетке и старался как можно быстрее всплыть на поверхность. Если он сможет выплыть, то выживет. Хотя Амар был очень сильным существом, но он обитал в воде. Когда Хансень всплывет, то сможет взлететь, и тогда Амар ничего не сможет ему сделать. Юноша очень разозлил Амара. Он схватил мертвое тело павлина и помчался за наглым человеком. Через мгновение Амар был почти возле него. Серебряная лисица, если ты ничего не сделаешь, то мы сейчас тут умрем. Сердце Хансень было переполнено тревогой. Он начал гладить по голове питомца, чтобы показать свое беспокойство. Казалось, что Серебряная лисица была в замешательстве. Но спустя мгновение, в ее глазах промелькнули молнии, она оттолкнулась от Хансеня и немного отплыла. Теперь она была между своим хозяином и ужасным Амаром. Все ее тело охватил яркий свет. Свет начала увеличиваться и образовал большую сетку. «Ах!» – выкрикнул Хансень. Серебряная лисица атаковала не только Амара, но задела и Хансеня. Серебряные молнии разлетались по воде во все стороны. Казалось, что она не различала, где был враг, а где друг. Хансень был повергнут в невероятный шок, а изо рта потекло еще больше крови. Теперь Хансень понял, почему Серебряная лисица до сих пор не использовала свои Серебряные молнии. Похоже, что она понимала, что быстрее убьет своего хозяина, чем Амара. Амар получил удар от молнии, но это еще сильнее разозлило его. Переполненный гневом, он переключил свое внимание на Серебряную лисицу. Однако лисице удалось быстро увернуться и отплыть в сторону. Амар не смог ее схватить. Лисица плавала намного быстрее, чем Хансень. Увидев, что Амар переключился на Серебряную лисицу, Хансень вздохнул с облегчением, но он теперь начал переживать за своего питомца. Он боялся, что если Амар поймает ее, то, скорее всего, убьет. Серебряная лисица была еще детенышем, поэтому не могла быть сильнее взрослого супер-существа. Серебряная молния, которая попала в Амара, лишь на несколько секунд остановила его, но никак не смогла повредить. Эффект был намного слабее, чем от синего света павлина. Несмотря на то, что скорость Серебряной лисицы была намного больше, чем у Хансеня, но Амар все равно был быстрее нее. В мгновение ока Амар оказался перед Серебряной лисицей, казалось, что он просто телепортировался. Бум! Серебряная лисица снова запустила молнии, которые пронзили морскую воду во всех направлениях. Лисица попала в Амара, который был перед ней. От поражения молнией он на короткое время замер на месте, а лисица воспользовалась этим моментом и смогла немного отплыть от грозного врага. Силы молнии было недостаточно, чтобы повредить Амара, но ее было достаточно, чтобы на некоторое время обездвижить. Серебряная лисица снова повторила свою атаку, но молнии были выпущены с меньшей силой, поэтому не оказали на Амара ошеломляющего эффекта. Когда Амар в третий раз приблизился к Серебряной лисице, ее молнии не смогли остановить его. Фиолетовая клешня была направлена на питомца. Серебряная лисица успела отклониться от самой клешни, но все равно получила сильный удар, от которого отлетела. Учитывая ее маленькое тело, в данный момент она не отличалась от пушечного ядра, окруженного пузырьками. Хансень стиснул зубы и призвал золотого горного червя, облачив его в супер-броню для питомцев. Он приказал ему стать между Серебряной лисицей и Амаром, как раз в тот момент, когда Амар собирался схватить его питомца. Бам! Золотой горный червь, облаченный в супер-броню, смог продержаться три секунды, после того, как оказался между существами. У него не было возможности уклониться, поэтому Амар быстро разрубил его пополам. Две части тела поплыли в разные стороны, душа существа была окончательно уничтожена. Однако они опять выиграли немного времени и Серебряная лисица смогла отплыть на несколько десятков метров. Она постепенно приближалась к поверхности. Хансинь поплыл настолько быстро, насколько мог. В этот раз он использовал своего золотого горного червя, чтобы спасти Серебряную лисицу. Но больше у Хансиня не было такой возможности. Если бы он призвал Миуса, тот не смог бы выдержать малейшего удара Амара, так как броня для питомца также была уничтожена. Скорее всего, они не выиграли бы даже мелли секунду для себя. Мой бедный золотой горный червь и моя супер-броня для питомцев. Вы были со мной так много времени, мы вместе пережили много сражений. Я не могу поверить, что вас уничтожил этот Амар. Но не переживайте, я отомщу за вас. Однажды я убью этого Амара и устрою большой праздник в вашу честь. Я принесу его труп к вашей могиле. Хансинь очень разозлился и пытался хоть как-то себя успокоить. Однако Хансинь видел, что у них есть шанс сбежать. Но Амар снова догнал лисицу. Хансинь не знал, переключился ли он на питомца из-за молнии, или просто ему захотелось убить существо, а не человека. Видя, что Амар снова был возле Серебряной лисицы, Хансинь задумался. Он понимал, что даже если решит помощь ей, то все попытки будут бессмысленными. Он ничего не мог сделать и ничего не мог использовать, чтобы остановить Амара. Внезапно, тело Серебряной лисицы снова ярко засветилось. Даже по ее меху начали мелькать молнии. Казалось, что в теле этой маленькой лисицы формируется невероятная сила, с которой она собиралась очередной раз выстрелить молниями. Амар был перед Серебряной лисицей. Он поднял клешни, готовясь схватить свою жертву. Бум! Серебряные молнии, как множество ракет, вылетели от питомца. Совершив атаку, ее маленькое тело ускорилось и помчалось по воде. Она смогла отдалиться на целых 600 метров. Черт! Хансинь замер. Он не ожидал, что эта Серебряная лисица способна на такое. Теперь она была довольно далеко, и Амар обратил внимание на Хансиня. Хансинь больше ни о чем не думал. Он полностью сосредоточился на том, чтобы спасти себя и быстро начал уплывать. К счастью, благодаря Серебряной лисице, Амар был от него на довольно большом расстоянии, что дало Хансиню преимущество. Черт! Что же происходит? Если бы я знал, что так будет, то все время плыл бы быстро. Хансинь старался думать о том, как спасти свою жизнь. Он молился, чтобы успеть выплыть на поверхность, до того, как Амар к нему приблизится. Хансинь мечтал, чтобы у него появилось еще несколько рук и ног, чтобы он смог плыть быстрее. Амар мог преодолевать 10 метров за секунду, его перемещение было похоже на телепортацию. Хансинь был очень расстроен. Давай, еще немного быстрее, я скоро выберусь отсюда. Хансинь видел, что становится все светлее. Но Амар был все ближе и ближе. Вероятность того, что он успеет догнать Хансиня, была очень высокой. Глава 617. Аромат Амар был прямо за Хансинем. Парень уже слышал звук клацающих клешней. Хансинь понимал, что он не сможет уклониться, поэтому был вынужден пожертвовать тем, что у него было. Если он этого не сделает, то умрет до того, как сможет добраться до поверхности. От сильного напряжения у Хансиня сдавила грудь, а кровь вскипела. Он был облачен только в броню от королевы фей, которая не смогла бы выдержать атаку супер-существа. Хансинь призвал птицу, которая была около двух метров в высоту и имела четыре крыла. Клац. Четырехкрылый буревестник от души существа со священной кровью был уничтожен клешнями Амара. Но у Хансиня появилось дополнительное время. Воспользовавшись им, он успел всплыть. Быстро призвав крылья, Хансинь оказался в воздухе. Он поднялся на 40 метров, когда услышал громкий плеск. Амар доплыл до поверхности и, подпрыгивая, пытался достать фиолетовыми клешнями Хансиня. Скорость крыльев от души существа берсерка со священной кровью оказалась не такой уж и большой. Если бы Амар взлетел, то он быстро догнал бы человека. Хансинь мгновенно использовал воздух. Со всей силой он оттолкнулся ногами и смог отлететь на два метра в сторону. В этот момент он увидел перед собой клешни. Бум! Амар плюхнулся в воду, образовав настоящие цунами. Хансинь без остановки продолжал взлетать все выше и выше. Какое-то время Амар поплавал по поверхности, но понял, что не сможет достать человека, поэтому схватив мертвое тело павлина, потащил его на глубину. Королева также летела, держа в руках серебряную лисицу. Питомец мог выбраться. Когда Хансинь подлетел к ним, то она прыгнула ему на плечо и замерла. Хансинь начал кашлять и сплевывать кровь. Его внутренние органы были сильно повреждены, и он понимал, что для восстановления ему понадобится довольно много времени. Вперед, Хансинь скрежетал зубами и держался за грудь, испытывая невыносимую боль. Когда они отлетели на большое расстояние, королева призвала кита, чтобы Хансинь мог лечь и отдохнуть. Хансинь лежал на спине огромного кита. Серебряная лисица уткнулась в него. Сразу он не понял, чего она хочет, но вскоре лисица достала корень лотоса и начала его жевать. «Серебряная лисица, ты бессердечно. Я тяжело ранен, а ты обворовываешь меня». Хансинь был в унынии, но у него не было силы, чтобы накричать на нее. В следующую секунду Хансинь замер. После того, как серебряная лисица пережевала корень, она не стала глотать его, а положила пережеванный корень ему на губы. Хансинь сильно удивился, что лисица сама не стала есть, а начала кормить его. Юноша был тронут ее поступком. Однако ему было неловко, из-за того, что он ел то, что переживал его питомец. Он уже хотел отказаться, но с измельченного корня тек сок, который просочился сквозь губы. Хансинь понимал, что он сильно рискует, но не стал много об этом думать и все-таки проглотил корень. Когда он съел корень, то ощутил, что внутри начало все восстанавливаться. В груди начала утихать боль, а сердце перестало бешено колотиться. Хансинь быстро применил сутру Дунсю, а не поглотил новую, освежающую силу. Его нефритовая кожа имела ограничения из-за уровня физической силы, поэтому с ее помощью он мог взломать только первый генный блок. Второй генный блок он не сможет взломать на протяжении всего времени, которое он проведет во втором святилище Бога. Именно поэтому последнее время он больше сосредоточился на практике сутры Дунсюань, а не на нефритовой коже. Сутра Дунсюань обладала удивительным эффектом. Когда вы вдыхали, метаболизм клеток намного ускорялся. Поэтому его поврежденные клетки быстро обновлялись. Новые клетки заменяли поврежденные. Это дало ему возможность быстрее справиться с повреждениями. Освежающая аура имела большую силу, иначе сутра Дунсюань не смогла бы так быстро излечить его. Каждая капля новой силы была поглощена сутрой Дунсюань, тело Хансеня стало выглядеть намного лучше. От него начал исходить аромат, как от новорожденного, это был приятный запах. Серебряная лисица легла рядом с Хансенем и принюхивалась к его новому запаху. Похоже, что он ей нравился. Когда королева увидела два корня лотоса, то сразу догадалась откуда они взялись. Но когда она увидела, что серебряная лисица начала кормить Хансеня, это вызвало у нее большой интерес. Совсем недавно Хансень был тяжело ранен. Цвет лица был болезненным, а кожа бледной. Но прошло немного времени, и все изменилось. Цвет его лица стал прежним, а кожа стала гладкой и шелковистой. У тебя белое лицо и видно немного красного. Оно выглядит особенным. Увидев изменения в Хансене, королева не смогла сдержаться. Ей казалось, что это подходит Хансеню. У Хансеня почти всегда было уверенное выражение лица, а его черты были заостренными. Из-за этого юноша всегда казался безумным, хотя и не всегда был таким. Но теперь, его кожа стала очень гладкой и придавала юноше совершенно другой вид, вызывая также и другие чувства. Королева даже ощутила ревность, так как она никогда не уделяла много внимания своей внешности. Может это эффект от сверхискусства, или это от корня лотоса, подумала королева. Внезапно, приятный аромат защекотал ее нос. Женщине показалось, что она съела фрукты жизни. Ее поры, по всему телу, начали открываться. Что происходит? Королева озадаченно посмотрела на Хансеня. После того, как женщина ощутила приятный аромат, в ее теле активировался небесный го. Казалось, что он начал поглощать этот аромат. Королева была потрясена. Женщина никогда бы не подумала, что какой-то аромат может активизировать ее небесный го. Если бы она сама это не чувствовала, то никогда не поверила бы, если бы кто-то о таком рассказал. Но самым удивительным было то, что этот аромат улучшал ее небесный го. Прошло много времени с того момента, как она достигла определенного уровня. После этого королева не могла его улучшать. Хотя она не знала, что на самом деле происходит, но не хотела упустить такую возможность. Королева села рядом с Хансенем и стала вдыхать приятный аромат, чтобы как можно больше улучшить небесный го. Ее тело окутал фиолетовый свет, пока женщина продолжала поглощать приятный аромат. В итоге, ей начало казаться, что фиолетовый свет также начал приятно пахнуть. Королева всегда казалась холодной, однако теперь она выглядела намного лучше. Женщина напоминала фею, лишенную всего блеска. Королева выглядела ошеломляюще, глядя на нее никто и никогда не захотел бы причинить ей вред. Похоже, что корни лотоса оказывали невероятный эффект на женщин, которые всегда были холодными. Конечно, мужчины также получали преимущество, но на женщин это действовало намного сильней. Корни лотоса были необычными. Их медицинские свойства оказались очень сильными. Хансень поглощал их, применяя сутру Дунсюань и смог добиться довольно большого прогресса в развитии. Глава 618. Душа павлина с обездвиживающим взглядом с помощью сутры Дунсюань клетки тела поглотили силу корня лотоса. Благодаря этому, клетки намного быстрее начали регенерироваться. Во время этого также сама сутра Дунсюань значительно улучшилась. Совершенствование сутры помогало телу излучать все более приятный запах. Аромат был очень сильным, однако он не был подавляющим. Хансень не знал, почему при практике сутры Дунсюань аромат становился таким приятным. Но всякий раз, когда он начинал практиковаться, это происходило. Лежа на ките и применяя сутру Дунсюань, он также начал распространять вокруг себя приятный аромат, который витал в воздухе, но Хансень уже не обращал на это внимания. Однако когда королева начала его вдыхать, то почувствовала, что ее небесный го начал улучшаться. Королева была шокирована и не могла ничего сказать. Все, что ей нужно было делать для улучшения небесного го, вдыхать приятный аромат, исходящий от Хансеня. Когда Хансень полностью поглотил экстракт корня лотоса, его травмы полностью исчезли. Юноша ощущал возбуждение, Хансень указалось, что он может запугать кого угодно. Открыв глаза, он увидел возле себя королеву. Хансень удивился, так как ее тело окружал желтый свет. Женщина выглядела очень красиво и напоминала лунную фею. Но странным было и то, что вокруг нее также появился приятный аромат. Он не был похож на обычный аромат женщины, но казался очень знакомым. Когда Хансень приблизился к ней и четче ощутил аромат, то понял, что тот был очень похож на его собственный аромат. Наблюдая за ней, внутри Хансеня появилось странное ощущение. Ему стало казаться, что он может видеть энергетические потоки ее тела и изменения, которые происходили внутри королевы. Однако это казалось невозможным, так как она была облачена в доспехе, а Хансень не обладал рентгеновским зрением. Но даже если бы у юнаши было такое зрение, он все равно не смог бы увидеть энергетические потоки тела. Однако в данный момент Хансень хорошо все это видел. Это было очень своеобразно, так как Цигун, который практиковала королева, теперь был виден Хансенью. Он видел каждую мельчайшую деталь, для него больше не было ничего скрытого или секретного. Парень был в шоке. Хотя он не знал, как нужно начинать практиковать Цигун, но наблюдая за королевой во время ее тренировок, он мог бы изучить все детали и сам начать практиковать. Хансень задумался и только теперь понял, что он видит энергетические потоки не глазами. Аромат. Это должен быть ее аромат. Хансень удивился. Этот аромат исходил от королевы, которая практиковала Цигун. Благодаря тому, что он ощущал этот аромат, Хансень мог видеть то, что происходит внутри королевы. Что происходит? Может это еще одно преимущество сутры Дон Сюань? Со странным взглядом он уставился на королеву. Получается, что Цигун, который считается секретным, теперь стал ему доступным, так как он видел все мельчайшие детали практики. Однако пока он думал об этом, то ощутил, что его сутра Дон Сюань начала активироваться. Это было не так, как прежде, казалось, что сутра подстраивается под потоки королевы. Спустя немного времени Хансень понял, что он копирует небесный го. Энергетика тела Хансеня соединилась с ароматом королевы. Он смог понять небесный го так, как никогда раньше не понимал. Если королева узнает, что я украл ее небесный го, она меня сразу убьет. Хансень про себя усмехнулся. Королева продолжала практиковать небесный го и смогла добиться успехов. После того, как она поглотила весь запах, то наконец-то открыла глаза и выглядела очень счастливой. В этот момент она увидела Хансеня, который стоял рядом и пристально наблюдал за ней. Лицо женщины тут же покраснело. Хансень замер. Он не мог понять, как такая холодная женщина, как королева, могла быть настолько стеснительной. Своим прекрасным лицом она могла привлечь внимание любого человека. Королева чувствовала себя виноватой из-за того, что начала поглощать аромат Хансеня, именно поэтому она и оказалась такой смущенной. Однако спустя мгновение женщина превратилась в сумасшедшую. Схватив за уши Хансеня, она громко закричала. «Ты что делал в море?» Хансень быстро отступил и схватился за свои уши. Королева покраснела и опустила руки. Выражение ее лица изменилось, и женщина спросила более спокойно. «Я спрашиваю, что ты делал в море?» Продолжая потирать уши, Хансень ответил. «А ты разве ничего не видела?» «Я хотел попытаться убить существо. Но это была большая ошибка, из-за которой я чуть не лишился своей жизни». Королева нахмурилась. Она продолжала смотреть на него, но не могла понять, лжет он или говорит правду. Но пристальнее осмотрев его, ей показалось, что он действительно ничего не смог сделать. Но королеву очень заинтересовал аромат, который только что исходил от его тела. Она решила, что, скорее всего, это из-за корня лотоса. Медицинские свойства корня, похоже, не подействовали на Хансеня. Вместо этого, они начали излучать из его тела приятный аромат, который повлиял на нее и помог улучшить небесный го. Однако это было лишь предположением королева. А она хотела знать правду. Что произошло с твоими навыками? «Почему от тебя стал исходить такой аромат?» Спросила королева, смотря на Хансеня. «Странный запах от меня». Хансень поднял руки и понюхал под подмышками. Посмотрев на королеву, он улыбнулся и сказал, «Ты говоришь об аромате моего тела? Но как может какое-нибудь сверхискусство повлиять на запах тела?» Королева серьезным взглядом осмотрела шутника, а затем просто отвернулась от него. Хансень говорил бред, и она понимала, что сколько бы ни спрашивала, он будет продолжать отшучиваться. Но в своем сердце женщина все равно считала, что это связано с корнем лотоса. Все-таки она никогда не слышала, чтобы существовали навыки, которые могли помогать другим людям за счет них улучшаться. Хансень не собирался говорить ей правду, иначе ей захотелось бы его убить. Хансень вспомнил, как Хуанфу Пин Цин когда-то ему сказала, «Во всем мире есть только два человека, которые владеют небесным го. Одна – это жена Хуанфу Сюнчина, а вторая – королева. Но с сегодняшнего дня теперь стало три человека. Однако Хансеньу не пришлось тратить много сил на изучение небесного го. Похоже, что его сутра Дун Цюань была намного сильнее этого навыка». Хансень удивлял его странный аромат, который также ощущали и другие. Он хотел продолжать практиковаться и посмотреть, к чему это может привести. Хансень хотел достичь первого уровня в сутре Дун Цюань и узнать ее истинную силу. Когда он вынырнул из мечтаний, то вспомнил, что получил душу супер-существа. Это была его первая душа супер-существа во втором святилище Бога. Тип души супер-существа Павлина с обездвиживающим взглядом. Арбалет. Глава 619. Снова появился таинственный остров. Пока королева смотрела в другую сторону, Хансень призвал душу Павлина. Птица, напоминающая Павлина, появилась возле Хансеня. Она была около двух футов и слегка взмахнула крыльями. Подойдя поближе, он понял, что это не было живым существом. Это был синий металлический арбалет. Просто по виду он напоминал Павлина. Между крыльями была натянута тетива. Само тело Павлина было основой, а его макушка служила прицелом. Это было очень красивое оружие. Однако упругая тетива была необычной. Она напоминала полупрозрачный луч, который был прикреплен к крыльям. Хансень мог мысленно отдавать команду, чтобы натянуть тетиву, и физически ему нужно было только нажать на спусковой крючок. Хансень заглянул в колчан, который к нему прилагался и увидел, что там могло поместиться восемь стрел. Это было довольно большое количество, и его можно было бы использовать так же эффективно, как и пистолет. Если бы у него появились стрелы от душ существ, то его запас никогда не заканчивался бы. Конечно, если он только не будет ломать свои стрелы. Хансень с открытым ртом рассматривал арбалет. В его руках оказалось великолепное оружие, но без подходящих стрел его можно было использовать как прочную палку. Это, конечно, здорово, но почему мне не досталось несколько стрел? Пусть была бы хотя бы одна. А теперь что мне делать? Мне нужно искать какое-то существо? Хансень не знал, радоваться ему или грустить. Арбалет казался очень мощным, но это можно было определить только по его внешнему виду. У Хансень не было возможности испытать новое оружие. Думаю, что в это нет ничего страшного. Сначала я приобрету несколько стрел из стали, а со временем получу стрелы от душ существ. Хансень отозвал арбалет. Юноша убедился, что использовать его будет не так-то просто, как он хотел. Но Хансень пришел к выводу, что не имея прочных стрел от душ существ, это оружие все равно должно быть мощным даже с обычными стрелами. Арбалет сильно отличался от обычного лука. Мощь лука при использовании полностью зависела от силы человека, который из него стрелял. А арбалеты были автоматическими, поэтому его эффективность зависела от используемых стрел и самого оружия. Спустя 10 дней их путешествия, Хансень увидел землю. Но это был не просто остров. На берегу было видно действующее человеческое убежище. Как только они туда добрались, Хансень сразу телепортировался в Альянс. После происшествия с Белым Тигром он уже долго не появлялся в Альянсе. Хансень хотел успокоиться Джи Ян Ран, которая точно переживала из-за его длительного отсутствия, и хотел приобрести несколько стрел из стали для своего нового арбалета. Джи Ян Ран действительно очень беспокоилась о нем. Когда она увидела, что Хансень вернулся, то выглядела удивленной и попыталась скрыть свою тревогу. Хансене удалось быстро ее успокоить, и настроение девушки значительно улучшилось. Джи Ян Ран была расстроена не из-за того, что его долго не было, а из-за того, что она не знала, все ли с ним в порядке. Ночью, лежа на кровати, Хансень решил зайти в виртуальный лагерь военных. Там были магазины, где продавалось различное оружие. Он все-таки решил купить стрелы с содержанием Z-стали. В этих магазинах можно было купить что угодно и цены были вполне приемлемы. Однако здесь можно было купить только то оружие, которое наносило физический урон. Оружие масштабного действия не продавалось. Какое-то время Хансень осматривался, а потом нашел стрелы Z-класса, которые ему были нужны. К разным арбалетам нужны были разные стрелы, но по мнению Хансеня, эти должны были ему подойти. Но его арбалет был от души существа, а это означало, что ему могли подойти почти любые стрелы. Главное, чтобы они не были слишком длинными. В итоге, Хансень выбрал несколько разных стрел и купил их. Купив стрелы, Хансень решил просмотреть новости, чтобы узнать, произошло ли что-то важное в Альянсе, пока его не было. Было много статей о том, что полубоги убили каких-то существ, о том, что Альянс в каком-то месте выиграл сражение с Шурами, о том, что Шура вернули себе планету, которая была отвоевана людьми. Но несмотря на множество событий, ни одно из них не привлекло внимания Хансеня. Спустя немного времени, он решил найти информацию об арбалетах и об их использовании. Немного почитав, юноша понял, что во втором святилище бога была большая нехватка стрел, поэтому арбалеты были непопулярным оружием. Самыми популярными были мечи и ножи, были описаны миллиарды душ-существ с такими типами. Однако стрел, которые можно было купить, было меньше 10 миллионов. Он установил фильтр, чтобы найти стрелы от души существ со священной кровью. Результат заставил его удивиться, так как было всего 10 вариантов для покупки. Просмотрев их, Хансень обнаружил, что они продавались в убежищах, о которых он никогда не слышал, и многие из них были расположены в отдаленной местности. Похоже, что у него не было шансов купить эти стрелы. Если я не смогу купить подходящие мне стрелы, то нужно будет самому найти и убить существо, душа которого даст мне стрелы. Хансень начал изучать информацию о ледниковой территории, золотом пляже и пляже с белыми камнями, чтобы узнать, от каких существ можно было получить такие души. Длительное время спустя он нашел существо со священной кровью, обитающее на золотом пляже. Согласно информации из Сити, от него можно было получить душу с типом стрела. Это существо называлось небесный сокол. Большинство существ были обычными, но иногда встречались и существа-мутанты, а их король был существом со священной кровью. Многие люди охотились на обычных небесных соколов, чтобы получить стрелы, которые тоже были довольно мощными. Изучив данные об этих существах, Хансень решил, что это именно то, что он искал. Если юноше удастся получить душу существа со священной кровью, то он станет обладателем невероятно мощного оружия. Имея арбалеты такую стрелу, Хансень считал, что у него появится шанс пронзить чешую или кожу суперсуществ, которая считалась очень прочной. Но небесные соколы обитали на вершине небесной горы. Там обитало множество других существ, которые значительно усложняли подъем на вершину. Человек, который опубликовал эту информацию, столкнулся с небесным соколом только из-за того, что тот спустился с гор. Сам этот человек не смог подняться на вершину, поэтому его информацию нельзя было считать полной. У меня есть серебряная лисица, поэтому мне должно быть несложно взобраться на вершину. Конечно, если там нет суперсущества, подумал Хансень. Хансень очень хотел начать охотиться на этих существ. Даже если он не сможет получить душу существа со священной кровью, то сможет съесть его плоть и увеличить свои священные очки. К тому же эти существа были небольшими, поэтому он не будет тратить много времени, чтобы съесть все существо. Хансень начал более подробно читать о небесной горе, чтобы как можно лучше подготовиться. Спустя немного времени Хансень нахмурился. Люди писали о том, что недавно видели странное существо, которое перемещалось на красном облаке вокруг небесной горы. Судя по описаниям, было похоже, что это было суперсущество. Дзинь, дзинь, дзинь. Во время чтения у него зазвонил Камлинг. Это был Джутин. Недавно он попросил его номер, но звонил впервые. Хансень задумался, что мог хотеть этот парень в такое время. Босс, все плохо. Быстро сказал Джутин, что плохо. Хансень нахмурился. Таинственный остров. Над Ледниковой территорией появился Таинственный остров. Ты где находишься? Возвращайся. Если ты не придешь, то другие захотят его атаковать. На лице Джутина была видна паника. Хансень молчал, понимая, почему Джутин был настолько взволнованным. Таинственный остров во втором святилище Бога отличался от Таинственного острова в первом святилище. На этом острове должно было располагаться убежище королевского духа. Учитывая это, была большая вероятность того, что там находилось что-то очень хорошее. Глава 620. Я последую за тобой. После разговора с Джутином Хансенью тут же позвонила Ян Ман Ли. Они говорили о том, что нужно подготовить до его возвращения. Сам Хансень ничего не мог сейчас сделать, так как находился на пляже с белыми камнями. Он не мог быстро вернуться на ледниковую территорию. Ему потребовался бы минимум месяц на дорогу. Договорив с Ян Ман Ли, Хансень позвонил Хуан Фу Пин Цин. Он хотел купить у нее карту, чтобы понять, как можно побыстрее добраться до ледниковой территории. Ты на пляже с белыми камнями? Ты правда на пляже с белыми камнями? Похоже, что Хуан Фу Пин Цин была сильно удивлена. Это кажется таким удивительным, что я оказался здесь. Хансень странным взглядом посмотрел на нее. Значит, ты должен быть рядом с убежищем белого камня, верно? Хуан Фу Пин Цин не стала отвечать на его вопрос. Да, у Хансень расширились глаза. Ты хочешь сказать, что ты тоже здесь? Да, я тоже здесь. Подожди меня в убежище дня два, и я к тебе приду. Сказав это, она положила трубку. Хансень был поражен и ощутил небольшое оскорбление. Он подумал, тебе не стоило так быстро вешать трубку. Ты даже не дала мне возможности сказать, что со мной королева. Через день Хансень получил стрелы из-за стали. Хансень отправился в зал для тренировок, чтобы испытать свой новый арбалет. Вложив стрелу, он прицелился в платиновую тарелку и нажал на курок. Его стрела полетела, оставляя за собой синий луч света. Бум! Толстая платиновая тарелка разлетелась на осколки, что сильно удивило Хансенья. Черт, здорово! Выкрикнул Хансень, он был очень рад. Такая сила была очень хорошей, и это при том, что он использовал стрелу из-за стали. Если он сможет получить стрелу от души существа со священной кровью, то сила будет просто безумной. Скорее всего, он сможет ею ранить супер-существо. Я поднимусь на небесную гору и убью короля небесного сокола. Вспомнив об этом существе, Хансень ощутил жгучее желание убить его. После того, как они добрались до убежища, королеве удалось связаться с тираном. Он сказал, что через несколько дней они доберутся до этого убежища. Получается, что мы не так уже и далеко от ледниковой территории. Хансень был удивлен. Если путешествовать по морю, то это займет примерно месяц. И это при том, что мы не столкнемся ни с какими проблемами, пояснила королева. Если так, то это не имеет значения. Хансенью пока не хотелось снова возвращаться в море. Он думал, что ему пока туда не стоит идти, так как он может столкнуться с разгневанным омаром. Мы должны подождать, пока тираны остальные доберутся до нас. Я снова предложу включить тебя в нашу группу. Думаю, что в этот раз с этим не возникнет никаких проблем, неожиданно сказала королева. Не, все нормально. Я не люблю работать вместе с другими. После случившегося Хансень понял, что охотиться вместе с другими не настолько выгодно, как он изначально думал. Несмотря на то, что им удалось убежать, его пугала сила супер-существ. Если он будет в группе людей, которым не сможет полностью доверять и на которых не сможет положиться, то он всегда будет оказываться в опасной ситуации. Хансень хотел найти людей, которым сможет полностью доверять, а тираны и остальные не были теми, кого он искал. Он знал, что если останется с ними, то возникнет множество вопросов. Почему? Спросила королева и, нахмурившись, посмотрела на Хансеня. Я могу работать с тобой, но я не могу сражаться вместе с тираном и остальными, честно ответил Хансень. Если честно, то Хансень свысока смотрел на тирана и остальных. Он хотел, чтобы члены его группы как минимум соответствовали силе королевы, иначе охотиться на супер-существ было бы бесполезным занятием. Королева задумалась, смотря на Хансеня, но ничего не сказала. Казалось, что ей очень хотелось прочитать то, что происходило в сознании парня. О, да, Хуанфу прибудет сюда завтра. После того, как я с ней встречусь, я хочу отправиться на охоту. И я пока не знаю, когда смогу вернуться, сказал Хансень. Куда ты пойдешь? Спросила королева. На небесную гору. Хансень решил, что в этом нет никакой тайны, поэтому не стал скрывать место, куда он собирался. Услышав название местности, королева замерла. Немного подумав, она сказала. Там могут быть супер-существа. Подожди пару дней и мы вместе сможем туда пойти. Хансень подумал над ее предложением и решил, что это неплохая идея. Он читал, что там, возможно, обитает супер-существо, поэтому если королева со своей группой пойдут с ним, то это будет хорошо. Чем больше людей будут атаковать существо, тем легче будет от него сбежать, так как у него будет много целей для атаки. На второй день, как и говорила, появилась Хуанфу Пинцин. Увидев королеву вместе с Хансенем, она широко открыла глаза и рот. Почему вы вместе? С недоумением спросила Хуанфу Пинцин. Я прошу Хансеня присоединиться к моей команде, ответила королева. Ты приглашаешь его в свою команду? Хуанфу решила, что ей послышалось. То, что королева лично приглашала кого-то присоединиться к своей команде, было большой редкостью. К тому же Хансень не более года находился во втором святилище Бога. Поэтому она никак не могла понять, почему королева хотела взять этого парня к себе в команду. Она знала о команде королевы. Люди, которые к ней присоединялись, были сливками общества. Они были лучшими среди тех, кто смог взломать первый генный блок. Но Хансень, с какой стороны ни посмотреть, никак не мог соответствовать ее требованиям. Но он отказался, серьезно сказала королева. Это сильно потрясло Хуанфу Пинцин. Она даже лишилась дара речи, и все, что девушка смогла сделать, еще шире открыть глаза. Королева лично пригласила Хансеня присоединиться к ее команде, а он отказался. Это было похоже на сказку, как в такое можно было поверить. Если бы королева сама ей этого не сказала, то Пинцин никогда бы не поверила в это. Хансень рассмеялся и сказал. Королева просто пошутила. Это не значит, что я не хочу присоединиться, а значит то, что в ее команде есть кое-кто, кто не хочет, чтобы я присоединялся к ним. Кто? Хуанфу Пинцин решила, что это больше похоже на правду. Но кто мог не согласиться с выбором королевы? Хансень вкратце рассказал о том, что произошло, когда он предстал перед командой. И рассказал, как тиран выступил против. Я знаю этого тирана. Он слишком высокого мнения о себе и очень дерзкий человек. Кроме королевы этот парень больше ни к кому не относится серьезно. Поэтому неудивительно, что он начал возражать против твоего присоединения. Хуанфу замолчала. Казалось, что она теперь намного лучше поняла сложившуюся ситуацию. Затем она продолжила. Но он действительно чего-то стоит. Среди прошедших эволюцию и тех, кто смог взломать первый генный блок, он самый сильный. Поэтому и в команде, кроме сестры, он самый сильный. Королева слушала их разговор и молчала, но потом неожиданно сказала. Если ты захочешь, я снова предложу, чтобы ты присоединился к группе. Но если они опять откажутся, то я покину команду и последую за тобой. После этих слов Хуанфу Пинцын окончательно оказалась в шоковом состоянии. Казалось, что она увидела что-то ужасное. Все, что она могла делать, переводить взгляд с Хансеня на королеву и обратно. Она решила, что стала глупой и не может осознать, что происходит в данной ситуации. Даже представить было трудно, что королева может сказать нечто подобное. Глава 621. Стрела ледяной змеи на рынке в убежище белого камня Хуанфу Пинцын шла рядом с Хансенем и все время посматривала на него. Я знаю, что я красивый. Если тебе так нравится моя внешность, может нам стоит забронировать комнату, чтобы ты смогла рассмотреть все мои прелести? Спросил Хансень. Ему было неловко от ее взгляда. Хуанфу Пинцын моргнула и спросила. Конечно, пойдем прямо сейчас, Хансень ничего не ответил, но по его взгляду было и так все понятно. Он не мог оторвать глаза от груди Хуанфу Пинцын. Ее грудь, как и грудь королевы, были лучшими из лучших. Хуанфу Пинцын покраснела и сказала. Ты чего так смотришь? Не боишься, что появится Джи Янран и отрежет тебе пенис? Но если ты все равно это хочешь сделать, то не стесняйся снять комнату. Что это значит? Хансень знал, что Хуанфу может сказать то, что пришло ей в голову, но он был уверен, что если снимет комнату, то она сразу сбежит. Почему ты молчишь? Я серьезно. Можешь прямо сейчас пойти и снять нам комнату. Но если честно, я до сих пор не могу поверить, что королева сказала, что готова последовать за тобой. Скажи честно, что ты с ней сделал, чтобы она такое сказала. Хихикнув, Хуанфу посмотрела на Хансеня. Знаешь, я думаю, что она не это имела в виду, Хансень развел руками. Я знаю, что она не это имела в виду. Но очень странно, что она ради тебя готова отказаться от своей команды. Что ты сделал? Любопытство Хуанфу достигло предела. Она даже представить не могла, что этот парень должен был сделать, чтобы королева такое сказала. Я понятия не имею. Может она тоже считает меня очень красивым и не может оторвать от меня взгляд, поэтому и решила следовать за мной, с дерзостью ответил Хансень. Невозможно, Хуанфу закатило глаза. Хансень рассмеялся и начал осматривать магазин с душами, до которого они дошли. Перед тем, как подниматься на гору, он хотел купить одну стрелу от души существа. Если он не сможет купить душу существа со священной кровью, то он хотел купить стрелу хотя бы от души существа мутанта. Все-таки его стрелы с зе-сталью не были лучшим вариантом, а если он приобретет стрелу от души существа мутанта, то она будет более эффективной. Однако душ с таким типом действительно было очень мало. Ребята обошли почти весь рынок, но так и не нашли подходящий. Но они увидели много других стрел. Однако обычные стрелы были очень длинными для арбалета, ими невозможно было бы стрелять. Арбалет от души павлина был среднего размера, поэтому стрелы требовались намного короче. Стрела. За сколько вы ее продаете? Хансень нашел душу существа мутанта в не особо популярном магазине. Это была черная стрела, которая называлась стрела ледяной змей. Ее наконечник был покрыт парализующим веществом. Хансень был удивлен, так как стрела стоила на 30% дешевле, чем любая другая душа существа мутанта. Это еще раз доказывало, что арбалеты были непопулярным оружием, поэтому такие души почти никто не хотел покупать. К тому же души с типом арбалет встречались намного реже, чем души с типом стрел для арбалетов. Хансень приобрел стрелу ледяной змей и продолжил бродить по рынку, но это оказалось бесполезным. Он больше не смог найти подобную душу, однако той, что он купил, было достаточно, чтобы осуществить задуманное. Так как он ждал тирана и остальную часть команды королевы, Хансень был вынужден задержаться в этом убежище на несколько дней. Хуанфу также захотела отправиться на Небесную гору. Изначально королева была против, однако после того, как они поговорили наедине, женщина согласилась. У Хуанфу Пин Цин был довольно высокий уровень силы. К тому же она почти полностью собрала очки гена, правда Хуанфу еще не смогла взломать первый генный блок. Если они не столкнутся с суперсуществом, то ее не нужно будет защищать от других существ. Благодаря силе боевого зала Хуанфу Пин Цин смогла собрать много душ существ со священной кровью, поэтому обычные существа со священной кровью не могли ей навредить. На четвертый день прибыл тиран, ревностное небо и ленивая кошка. Увидев Хансеня, тиран нахмурился. Затем он перестал обращать внимание на присутствие Хансеня и обратился к королеве. «Ты в порядке?» Хуанфу Пин Цин со злостью посмотрела на него, открыто демонстрируя свое отвращение. Королева была перед ним целой и невредимой. «Зачем было задавать этот вопрос?» «Со мной все хорошо», — ответила королева. Затем она взглянула на троих людей и сказала. «Вы все видели, на что способен Хансень. Я надеюсь, что он может присоединиться к нашей команде. Но я все равно хочу услышать ваше мнение». Тиран снова нахмурился и спросил. «Сестра, мы же уже обсуждали этот вопрос, верно?» Королева начала объяснять. «Когда мы говорили об этом в прошлый раз, с нами все еще был Шан Цин. Но теперь в нашей команде осталось мало людей. Я думаю, что Хансень может нам помочь, тем более, что в последний раз он очень помог мне. Хотите верьте, хотите нет, но он уже взломал свой первый генный блок и его навыки могут принести нам пользу. Я не думаю, что он сможет нам помогать. В любом случае, он негативно влияет на нашу команду». Затем Тиран начал рассказывать королеве о том, что Хансень оставил группу и пошел ей на помощь. «Тот, кто не соблюдает правила является абузой для команды. Именно поэтому я не хочу, чтобы он стал полноправным членом нашей команды. Похоже, что я не смогу убедить вас». Королева нахмурилась. «Я все равно останусь при своем решении. Но как бы жестоко это не звучало, это только во благо нашей команды», — сказал Тиран. «Хорошо, я все поняла. Но если так, тогда я ухожу из команды», — без колебаний заявила королева. Тиран, ревностное небо и ленивая кошка были ошарашены. Никто из них не ожидал, что королева покинет команду ради Хансеня. «Сестра, мы можем это обсудить. Мы должны об этом поговорить. Не стоит так быстро принимать подобные решения», — сказала ленивая кошка. «Она очень хотела исправить ситуацию и немного разрядить напряжение. Верно, сестра. Я думаю, что Тиран не это хотел сказать. Если ты считаешь, что Хансень действительно достоин стать членом нашей команды, то давай еще раз все обсудим», — вмешался ревностное небо. Лицо Тирана стало мрачным. Стиснув зубы, он сказал. «Сестра, мы столько лет вместе, прошли очень многое, и ты собираешь все бросить ради этого аутсайдера?» Королева ответила спокойно. «Мое решение принято не на эмоциях. Я ни на кого из вас не сержусь. Но вы не забыли, для чего мы изначально сформировали нашу команду? Чтобы попробовать убить суперсущество», — ответил Тиран. Королева кивнула, а потом сказала. «Наша команда действительно собиралась убить суперсущество. Но прошло столько лет, а нам так и не удалось это сделать». Тиран был расстроен и продолжил уговаривать ее. «Но мы все время становимся лучше. Вскоре у нас появится возможность убить его. Даже когда Шан Цин был с нами, мы все равно не смогли убить суперсущество. Нас стало меньше и команда теперь намного слабее, но ты все равно считаешь, что мы сможем убить суперсущество». Королева говорила прямо. «Ты хочешь сказать, что мы этого никогда не сделаем? А если он станет нашим членом, то у нас все получится?» Тиран еще сильнее стиснул зубы. Королева кивнула и ответила. «Да, я в это верю». После ее слов Тиран замолчал. Ревностное небо и ленивая кошка были настолько поражены, что тоже не смогли ничего сказать. Они никогда не видели, чтобы королева настолько уважала человека, как Хансиня. Все посмотрели на юношу. Они не могли понять, что именно в этом человеке произвело такое впечатление на королеву. Они изо всех сил старались понять, что в нем особенного, ведь ради него королева готова покинуть команду. «У меня есть только одна цель – убить суперсущество, и я готова сделать все, чтобы достичь этой цели. Если Хансинь не может присоединиться к команде, то я не вижу смысла оставаться в нее», – королева говорила спокойно, однако в ее тоне слышалась непоколебимая уверенность, от которой все потеряли дар речи. Глава 622. Непобедимая атмосфера стала холодной. Она была настолько холодной, что казалось, будто воздух сейчас замерзнет. «Сестра, мы столько лет были вместе, ты собираешь вот так все бросить?» У ленивой кошки покраснели глаза. Королева переводила взгляд с одного на другого, а затем сказала холодным тоном. «Когда мы создавали команду, я вам говорила, какая у меня цель. Я сказала, что меня интересует только охота на суперсуществ. У меня нет ни любви, ни теплоты к отношениям, которые сложились между нами. Я такая, какая есть». Сказав это, королева развернулась и ушла. Тиран сжал кулаки, однако не сказал ни слова. Ревностное небо был мрачным, он вообще ничего не стал говорить. У ленивой кошки из глаз потекли слезы, и она нервно покусывала губы. Хуан Фупин Цин потащила за собой Хансиня, и они пошли за королевой. Но они шли не очень быстро, поэтому когда вышли за ворота убежища, королева уже успела исчезнуть. «Иногда даже я не понимаю, почему она так действует», – вздохнув, – сказала Хуан Фупин Цин. «Наверное, у нее была какая-то причина, раз она так поступила и такое сказала». «Может, у тебя есть предположения?» – с изумлением спросил Хансинь. Королева воспитывалась с Хуан Фу, поэтому он считал, что та действительно может что-то знать. Хуан Фу слегка улыбнулась и, покачав головой, ответила. «Я не знаю, в боевом зале есть только два человека, которые с ней близки и могут задать ей подобные вопросы». Хансинь кивнул, он понял, что девушка имеет в виду Хуан Фу Сюн Чина и его жену. «Я собираюсь пойти на гору, но так как команда не пойдет, то мне будет очень сложно защитить тебя. Думаю, тебе стоит вернуться обратно в убежище», – сказал Хансинь. В этот раз она не стала возражать, а просто кивнула. Расставшись с Хуан Фу Пин Цин, Хансинь призвал Золотого Льва и поехал к Небесной Горе. Его не волновало мнение других, и свои планы он не собирался менять из-за этого происшествия. Хансинь отдалился от убежища Белого Камня и добрался до горной местности. Вскоре, три человека преградили ему путь. Этими тремя были Тиран, Ревностное Небо и Ленивая Кошка. «Я хочу, чтобы ты выбрал одного из нас троих». Тиран холодно взглянул на Хансиня. «Выбрать одного для чего?» – спросил Хансинь. «Сражение. Если ты победишь одного из нас, то я дам согласие на то, чтобы ты присоединился к нашей команде», – с гордостью заявил Тиран. Хансинь рассмеялся. «Извините, но я не хочу присоединяться к вашей команде. К тому же, я не хочу во время сражения кого-то из вас оскорбить». Эти трое людей не были простыми людьми, которые прошли эволюцию. Все были очень сильными и считались элитными бойцами. Но несмотря на все их достижения, Хансинь считал, что нет смысла вступать в их команду, так как они все равно не могли убить супер-существо. Хансинь решил спокойно пройти мимо них и поехать дальше. Ленивая кошка была в ярости. Она призвала кинжал и начала атаковать Хансиня, при этом громко закричав. «Ты же специально это сказал, верно?» «Ты хочешь, чтобы наша команда начала разваливаться?» «Ты мудак, и я собираюсь тебя убить». Ленивая кошка была очень быстрой. Когда она бежала, можно было увидеть вокруг девушки потоки ветра. Хотя она была не настолько сильной, как белый тигр, но ее скорость была выше, чем у других прошедших эволюцию, которых Хансинь когда-либо видел. Бум! Хансинь даже не стал поворачиваться. В его правой руке уже был меч. Он мгновенно повернул руку назад и заблокировал удар кинжала. Ленивая кошка вскрикнула и, как торнадо, оказалась с другой стороны. Теперь ее кинжал был нацелен в шею Хансиня. Тело юноши не двигалось. Он снова лишь переместил руку и опять заблокировал удар. В маленьком теле ленивой кошки таилась дикая энергия. Через мгновение в ее второй руке появился еще один кинжал, и девушка тут же нацелилась на талию Хансиня. Парень опустил меч и его рукояткой заблокировал удар кинжала. Подобно урагану, ленивая кошка начала вращаться вокруг Хансиня. Ее два кинжала перемещались с невероятной скоростью и атаковали со всех сторон. Однако Хансинь продолжал стоять на месте и выглядел невозмутимым. У него был только один меч и использовал он только одну руку, но успевал блокировать каждый удар, напоминая машину. Все движения Хансиня выглядели спокойными и беззаботными. Звуки от столкновения меча и кинжалов были далеко слышны и между ними были очень маленькие промежутки. С невероятной эффективностью Хансиню удавалось блокировать каждый удар ленивой кошки. Она не смогла задеть даже его одежду. Видя, что происходит, тираны ревностное небо решили к ним присоединиться. Ленивая кошка использовала силу ветра и с невероятной скоростью наносила удары, однако Хансинь без труда мог отбиваться. В силе, которой он обладал было что-то еще. «Кошка, отступай!» выкрикнул ревностное небо и призвал мягкий меч, который тут же направил на Хансиня. «Он мой! Оставьте его мне!» Ленивая кошка была в ярости. Она считала, что это именно он разрушил их отношения с королевой, и в ближайшее время девушка не собиралась отступать. Хансинь продолжал блокировать удары ленивой кошки своим фиолетово-медным мечом. Но когда он увидел, что приближается ревностное небо, то был вынужден призвать второй меч. Мягкий меч ревностного неба был известен тем, что он мог по желанию становиться то мягким, то твердым. Когда мужчина подошел к Хансиню, то из его меча вылетело испарение, которое должно было мгновенно заморозить врага. К несчастью ревностного неба подобные атаки не действовали на Хансиня. Благодаря нефритовой коже на него не действовало ничто, что было связано с морозом. К тому же, если дело касалось мечей, то он был чуть ли не самым лучшим. Только теперь Хансинь заметил, что его скорость и сила значительно увеличилась после взлома генного блока. Его скорость была не ниже, чем у ленивой кошки, но он был быстрее остальных. У юноши не было недостатка ни по каким параметрам, можно сказать, что он стал лучшим во всем. Несмотря на то, что Хансинь оказался в невыгодном положении, он все равно оставался на месте и просто защищался. Он никого не атаковал, а лишь отклонял все атаки. На лице тирана мелькало множество эмоций, когда он увидел такое сражение. Ранее он считал, что Хансинь будет совершенно бесполезным для их команды. Он не мог даже подумать, что этот парень может обладать такой силой. Хансинь одновременно мог сражаться с двумя сильными людьми и при этом, похоже, не тратил много сил, что можно было считать впечатляющим подвигом. Но Хансинь не наносил никаких ответных ударов. Тиран стиснул зубы, а его тело мгновенно окутал золотой свет. Он призвал черное копье и, как ядовитый дракон, бросился на Хансиня. Бум! Древний меч Хансиня столкнулся с черным копьем. Они были отброшены назад, никто из них не получил преимущества. Тиран присоединился к сражению. Трое человек атаковали одного, но пока никто не мог стать победителем. Это было очень пугающе. Они втроем не могли победить одного человека. Понимая это, всех начали одолевать множество эмоций. Скорость Хансиня была не меньше, чем у ленивой кошки. По силе он не уступал тирану, а морозный воздух ревностного неба вообще на него не действовал. Они впервые столкнулись с таким могущественным человеком. Им стало казаться, что этот парень был даже сильнее королевы. Он был непобедимым. Под шквалом атак трех человек, мечи в руках Хансиня танцевали и были невероятно точными и эффективными. Со временем они начали понимать, что не могут его победить. Их объединенная атака постепенно превращалась в объединенное отступление. Хансинь использовал навык дуал на максимуме, но он понимал, что он не сможет вечно защищаться. Парень перешел в наступление. Его мечи порхали, как бабочки, но в каждом ударе было столько силы, что его противники постепенно начали отступать. Несмотря на то, что на него напали три сильных прошедших эволюцию, Хансинь все равно смог победить. Глава 623 Кости горной стражницы бам, бам, бам. Копье упало, меч упал, кинжал сломался. Тиран, ревностное небо и ленивая кошка остались без оружия. С бледными лицами они уставились на неподвижного Хансиня. В их глаза было видно и обиду, и удивление. Несмотря на их совместные усилия, эти люди все равно проиграли сражение. Все думали об одном. Хансинь настолько сильный, что не может быть человеком. Его ловкость и мастерство по всем параметрам находились на высшем уровне. По их мнению, человек не мог достичь большего. Каждый удар меча, который применял Хансинь, был наполнен невероятной силой. Никто из этой троицы не смог выдержать шквалатак, которые были направлены на них. Когда юноша перешел в нападение, никто из них не смог нанести ответный удар. В глазах ленивой кошки была видна растерянность. Она понимала, что больше нет никакой надежды. Только теперь девушка поняла, почему королева так сильно хотела, чтобы Хансинь присоединился к их команде. Хансинь обладал ужасной силой, и никто из них не мог ему соответствовать. В глазах ревностного неба было изумление. Он понял, что Хансинь был человеком, который превосходил их, и осознал, что они втроем были очень глупы, когда решили выступить против этого юноши. Но, тем не менее, он все равно не был согласен с решением королевы. Она хотела бросить их команду ради этого незнакомца. Пошли. Тиран развернулся и отказался от сражения, которое сам и затеял. Никто не мог знать, какие эмоции он испытывал в данный момент. Тиран не мог подумать, что человек, на которого он смотрел свысока, может обладать такими фантастическими талантами. И не только он проиграл Хансиню, они проиграли все втроем. Немного посмотрев вслед уходящим, Хансинь отозвал свои мечи. Затем он повернулся и, глядя на деревья, громко сказал. Теперь ты можешь выйти. Из-за дерева появилась тень королевы. Она подошла к Хансиню и прошептала. Спасибо. За что? С улыбкой спросил Хансинь. Хотя он и так знал, за что. Королева поблагодарила его за то, что он оставил в живых нападавших. Королева не ответила. Она лишь посмотрела в ту сторону, куда ушли трое человек и глубоко вздохнула. Хансинь очень редко видел королеву в таком состоянии. Эту женщину можно было увидеть в таком состоянии намного реже, чем увидеть ее улыбку. Хансинь даже думал, что ничто в этом мире не может так на нее повлиять, но в данный момент она нахмурилась и глубоко вздохнула. Небесная гора? Пошли. Королева снова стала холодной. Ты действительно считаешь правильным то, что просто так оставила их? Хансинь очень хотел понять, о чем думала королева. Мне нужны только те люди, которые могут помочь моему делу. Если однажды я пойму, что ты для меня бесполезен, то я покинут тебя не задумываясь. Королева пошла вперед и сказала, не оглядываясь. Тоже относиться и к тебе. Если я тебе не нужна, то просто скажи, что изводит сердце этой женщины. Видя перед собой королеву, Хансинь вздохнул. У юноши было множество вопросов, которые он хотел задать, однако решил пока ничего не спрашивать. Все было так, как говорила королева. Ей нужна была его сила, а она нужна была Хансиню. Этого было достаточно. Убить одному суперсущество было бы очень тяжело. Даже такой человек, как Хансинь, должен был охотиться с другими людьми. Так же было и с королевой, несмотря на ее силу. Женщина нуждалась в помощи. Небесная гора напоминала шпиль, по структуре и форме. Даже издалека можно было узнать эту гору, так как она напоминала священный столб, который соединял небеса с землей. Именно поэтому она и получила такое название. Когда они подошли в подножью горы, королева с беспокойством посмотрела на Хансиня и сказала, «Эта небесная гора принадлежит семье Чинь. Если ты встретишь кого-то из их семьи, то будь осторожен, особенно, если это будет Чинь-жань». Он очень сильный. Хансинь уже встречался с двумя членами этой семьи, с Чинь-зэ-чинь и с Джутином. Хансинь очень давно хотел обучиться навыку семи поворотов, но у него не было такой возможности. Несмотря на то, что Чжутин узнал этот навык, но он был очень осторожен в его применении и практике, так как был незаконнорожденным сыном. 80 лет назад Чинь-жань взломал генный блок, сказав это, королева замолчала. Услышав только эту фразу, Хансинь понял, настолько страшным может быть этот человек. Если он взломал генный блок 80 лет назад, то он был элитой. Никто не может знать, какую силу он приобрел за эти годы. Даже если он не до конца взломал генный блок, то его сила все равно должна быть больше, чем у любого прошедшего эволюцию. Королева специально предупредила Хансинь насчет этого человека, так как видела его силу. Небесная гора была очень большой, поэтому нельзя было выбрать лучший путь, не зная всей местности. Хансинь наугад выбрал тропу. Он рассчитывал, что на них никто не обратит внимания, но как только он вдвоем с королевой начали подниматься, то тут же столкнулись с группой людей. У лидера группы были седые волосы, однако по лицу ему можно было дать примерно 40 лет. На лице Хансинь не увидел никаких морщин, а тело выглядело хорошо натренированным. Мужчина был облачен в серебряную броню и ехал на маунте в виде тигра, который был высотой около 3 метров. Он был похож на задиру. Вы решили взобраться на эту прекрасную небесную гору, но скажите, почему вы не предупредили нас об этом? Наше гостеприимство безграничное. Ченьжань остановился перед королевой, а позади него было около сотни людей. Мы пришли сюда, чтобы убить несколько небесных соколов. Мы не хотели вас беспокоить, ответила королева. Вы так говорите, будто совершенно нас не знаете. Между семьями Чень и Хуанфу существуют отношения, которые длятся уже много поколений. Вы принадлежите к семье Хуанфу, поэтому, так или иначе, вы наша родственница. Поэтому ничего не случилось бы, если бы вы нас побеспокоили. Ченьжань улыбнулся и продолжил. Небесные соколы, на которых вы хотите охотиться, обитают на вершине этой горы. Я прошу, чтобы вы разрешили мне и моим людям сопроводить вас. Конечно, королева согласилась. Ченьжань оставил большинство своих людей у подножья горы. Он отобрал 10 человек, и они вместе с Хансенем и королевой продолжили подниматься в гору. Хансень понимал, что Ченьжань решил сопровождать их не ради их безопасности. Просто он опасался, что они попробуют убить супер-существо, которое там обитало. Но их присутствие было только на руку. Хансень все равно не планировал убивать супер-существо, поэтому был не против внезапной кампании. Эти люди шли впереди, соответственно их подъем стал более безопасным. Из 10 человек, которые следовали за Ченьжанем, только двое смогли взломать генный блок, но они не были членами семьи Чень. Все-таки второе святилище бога было очень большим, поэтому несмотря на большое количество людей в семье Чень, было мало шансов, что они окажутся в одном месте. Хансень поднял голову, однако не смог увидеть вершину горы, так как она была скрыта за облаками. Юноша начал представлять, что гора была высоким стройным драконом, который прятал свою голову в облаках. Мне повезло, что я не взял с собой серебряную лисицу. Иначе, если бы мы поднимались вместе с этими людьми и не встретили по дороге ни одного существа, это точно вызвало бы много вопросов. Хансень отправился в это место, чтобы охотиться, поэтому ему не было смысла брать с собой своего питомца. Он оставил ее в комнате, которую снял в убежище белого камня. Небесная гора была высотой около 3000 метров. Они обратили внимание, что сейчас шли по местности, усыпанной костями. Это были необычные кости, так как выглядели очень большими. Каждая была примерно несколько дюжин метров в длину. Кости казались мощными, и было похоже, что они принадлежали древним существам. Хотя это были голые кости, лишенные плоти, но все равно вызывали определенные ощущения. В легенде говорится, что эти кости принадлежали существу, который когда-то охраняло эту гору. Когда оно правило этим местом, никто не смел приближаться сюда ближе, чем на тысячу метров, объяснил Чиньжань. Глава 624. Белые кости и сухой ротан кости длиной в несколько сотен метров находились на склоне горы, и большую часть этой территории покрывали лозы. Странно, но многие из них были сморщенными и засохшими и проходили сквозь кости, которые рассыпались. Хансень с любопытством рассматривал кости. От них исходила аура древней силы, которая, как будто, дремала. Казалось, что эта сила отгоняла существ и не давала возможности к ним приблизиться. Обычные кости не вызывали такого гнетущего состояния. У Хансень возник вопрос, могли ли это кости принадлежать супер-существу? Интересно, а можно ли приготовить суп с этими костями? Может, мне удастся получить несколько супер-очков гена? У Хансеня появилась такая идея, однако когда он снова взглянул на эти устрашающие кости, то передумал. Но юноша подошел поближе, чтобы лучше их рассмотреть. Ченьжань увидел, что они с большим интересом рассматривают кости-стражницы. Мужчина ничего не сказал, но тоже подошел поближе к костям. Посмотрев на них с более близкого расстояния, Хансенью показалось, что они напоминают серые каменные столбы. Некоторые из них были размером с бочку, а некоторые были как целый дом. Здесь были почти все останки и казалось, что существо просто умерло на этом склоне. Ченьжань позвал человека, по имени Сюй Дон Цзинь, и попросил подойти к ним. Он призвал меч от души существа и ударил по кости. Вокруг долин и гор послышался прекрасный звук, однако присмотревшись, можно было понять, что на кости не было видно ни малейшего повреждения. Эти кости невероятно прочные. Даже оружие от души существа со священной кровью не может их разбить. Объяснив это, Сюй Дон Цзинь отозвал меч. Это объяснение почти подтвердило догадку Хансеня о том, что эти кости принадлежали супер-существу. Если бы это было не так, то мощный удар Сюй Дон Цзинь оставил бы на кости большое повреждение. Однако эта ситуация была загадочной. Почему супер-существо умерло на этом склоне горы, и его кости были разбросаны? Семь люди Ченьжаня говорили с королевой о различных вещах, а Хансень шел по позвоночнику умершего существа. Чем дальше он шел, тем больше лос, как будто душили эти кости. Хансень задумался о том, сколько нужно было времени, чтобы плоть существа полностью разложилась, а такое множество лос окутало все его останки. Когда он дошел до черепа существа, то увидел, что тот был похож на череп собаки. Его зубы были ужасны, когда Хансень представил, что эти зубы когда-то вонзались в плоть жертвы, по его спине пробежался холод. Хансень вздохнул и подумал, очень неприятно видеть эти кости. Только бог знает, сколько времени они здесь находятся. Но теперь они совершенно бесполезны. Он уже собирался отойти от костей, как заметил орех, свисающий с лозы, которая окутала череп. Тот выглядел высохшим и желтоватым, как и лоза, на которой он висел. Хансень подошел ближе и присмотрелся. На самом деле это была тыква. Она была маленькой, и ее легко можно было поднять одной рукой. Казалось, что она выросла, когда лозы начали увидать. Обычные люди мало интересовались ботаникой, но Хансень стал обращать на это много внимания. Он видел, что по черепу плелось много лоз, поэтому ему стало интересно, были ли еще похожие тыквы. Хансень дотронулся до тыквы и попытался оторвать ее от лозы. Он сильно тянул, однако у него ничего не получилось. Юноша спросил. Почему эта тыква такая крепкая? Забудь о ней, друг. Эта мертвая тыква такая же прочная, как и кости, возле которых она растет. Даже если ты воспользуешься оружием, это не поможет. Ты не первый заинтересовался этой штукой. Многие люди приходят сюда, чтобы попробовать оторвать ее, но ни у кого еще не получилось это сделать. Услышав это, Хансень стало еще более интересно. Он призвал фиолетово-медный меч и сказал, если все так, как ты говоришь, то я не могу сам не попробовать. Хансень со всей силой ударил по тыкве. Но ему показалось, что он ударил по резине, от которой его меч тут же отскочил. Что я говорил? Сюй Донзин рассмеялся. Ты прав, она очень прочная. Однако любопытство Хансеня только возросло, так как он решил, что эта тыква должна быть необычной. Было неправильно то, что тыкву невозможно было отделить от засохшей лозы. Хансень отозвал меч и тайно активировал взломанный генный блок, а затем схватился за нее руками. Он приготовился потянуть со всей силы, однако тыква сама отпала прямо ему в руки. Это очень его удивило. Сюй Донзин был еще сильнее удивлен. Он не мог поверить, что тыква была в руках Хансеня. Он сразу спросил, как ты это сделал? На протяжении бесчисленных лет эти лозы обвивали кости. Множество людей приходили сюда и уходили. Каждый пытался сорвать эту тыкву, но никто не смог этого сделать. Однако только что Хансень непонятным образом смог ее сорвать. Сюй Донзин действительно был очень удивлен. Я сам не знаю, что я такого сделал. Я просто немного потянул, а она отпала. Хансень был почти разочарован, что так легко смог оторвать эту тыкву. Сюй Донзин наблюдал за Хансенем и видел, что он действительно не прикладывал много силы, чтобы ее сорвать. Его удивление было безграничным. Что здесь случилось? Чинь Жань вместе с королевой и остальными подошли к ним, чтобы посмотреть, что произошло. Наш новый друг, брат Хан, руками оторвал тыкву от лозы. Сюй Донзин рассказал все Чинь Жаню. Чинь Жане остальные не знали, что думать по этому поводу, но они не особо сосредотачивались на этом. Они все равно считали, что это была обычная тыква и в ней не было ничего особенного. Брат Хан, я думаю, что ты любимчик удачи. Только небеса знают, сколько лет эта тыква провисела на лозе, и сколько людей пытались ее сорвать. Но пришел ты и завладел ею, с улыбкой сказал Чинь Жань, а потом продолжил. Ты позволишь мне посмотреть на нее? Конечно, без колебаний Хан Синь отдал тыкву Чинь Жаню. Чинь Жань внимательно осмотрел ее, но не увидел ничего необычного. Потом он передал ее Сюй Донзиню, который тоже ничего интересного не увидел. Посмотрев на нее, он отдал тыкву обратно Хан Синю. Если это предназначено для него, то она должна остаться у Хан Синя. Возможно, это какое-то сокровище, ценность которого мы не знаем, сказал Сюй Донзинь. Сюй Донзинь – это просто засохшая тыква. Она не может быть сокровищем. Может, трофей или сувенир? Я с трудом могу поверить, что это может быть сокровищем, сказал Хан Синь и спрятал тыкву в нагрудный карман. Все продолжили подниматься на гору. Благодаря Чинь Жаню они смогли избежать многих опасных зон, где обычно обитали сильные существа. Люди поднимались быстро, и перед ними почти не встречалось никаких препятствий. Однако пока они шли, Хан Синь начал чувствовать, что что-то было не так. Тыква, лежащая в его нагрудном кармане, начала пульсировать, будто у нее появилось сердце. Хан Синь был в шоке. Он незаметно дотронулся до тыквы, чтобы попробовать понять, что с ней происходило. От тыквы исходила слабая пульсация, как будто у нее действительно было сердце. Однако пульсация была довольно слабой, а без седьмого чувства Хан Синь ничего не мог ощутить. Хан Синь испытал волнение, и ему хотелось выбросить эту тыкву. После того, как он увидел, что в лотосе находилось 18 ос, кровавых кристаллов, у него появился страх перед неизвестными растениями. Глава 625. Священное дерево на вершине. Когда Хан Синь снова дотронулся до тыквы, то не ощутил никакой пульсации. Как бы он ни вертел ее в руке, но не ощущал того, что чувствовал совсем недавно. Странно. Я точно это чувствовал. Но почему все прекратилось? Хан Синь нахмурился. Он не решился положить тыкву обратно в нагрудный карман, поэтому продолжал держать ее в руке. Если начнет происходить что-то странное, то Хан Синь хотя бы успеет среагировать. Юноша продолжал идти. Его внимание было сосредоточено на тыкве. Но он больше ничего так и не ощутил, поэтому в итоге решил, что ему показалось странно. Это очень странно. Но все-таки интересно, что же это за штука. Хан Синь хотел выбросить ее и не подвергать себя опасности, так как он не знал, что было внутри. Но когда юноша подумал о том, что это может быть какое-то сокровище, то решил, что если он выбросит тыкву, то это может стать большой потерей. Теперь Хан Синь жалел, что с ним не было серебряной лисицы. В отличие от него, она должна была знать, что делать с этой тыквой. Так как тыква была у него в руках, юноша не мог ее выбросить. Хан Синь решил, что после возвращения сразу покажет ее серебряной лисице. К счастью, какое-то время с тыквой ничего не происходило. Она была такой же безжизненной, как и тогда, когда юноша ее сорвал. На пути время от времени они сталкивались с некоторыми существами. На горе обитало множество существ, поэтому они никак не могли избежать их всех. Но так как здесь не было убежища духа, то они не переживали, что столкнуться с большой группой существ. Они избегали опасных мест, которые указывал Чинь Жань, а при встрече с каким-либо существом, быстро разбирались. Хан Синь и королева не смогли нанести ни одного удара, поэтому не могли претендовать на долю от убитых существ. Но это не сильно их беспокоило, так как Хан Синья интересовали только небесные соколы, которые обитали на вершине горы. Гора оказалась намного выше, чем казалось изначально. Они поднимались уже два дня, но не прошли и половины. Внезапно, где-то впереди послышалось ржание лошади. У Чинь Жаня и его людей тут же побледнели лица. Быстро. Мы должны спрятаться. Чинь Жань начал искать место, где можно было бы спрятаться. Он увидел щель в скале и все двинулись туда. Похоже, что это существо было известно на горе и, казалось, оно было самым сильным. Поэтому, не раздумывая, Хан Синь и королева быстро пошли за Чинь Жаним и его людьми. Ржание лошади становилось все ближе и ближе. Вскоре они увидели существо, которое было похоже и на лошадь, и на осла. Оно неслось на красном облаке. Хан Синь уже читал, что на этой горе люди видели подобное существо. Скорее всего, это было то существо, о котором писали. Оно больше напоминало мула. У существа была рыжая косматая шерсть, и выглядело оно хорошо. Но самым ярким было красное облако, которое его окружало. Мул напоминал божество, которое беззаботно и весело каталось вдоль склона горы. Хан Синью показалось, что существо не было взволнованным. Мул пробыл недалеко от них около минуты, а потом исчез. Это существо очень сильное. Многие люди, которые хотели взобраться на вершину горы, умерли под его копытами. Мы повели вас по тем тропам, где оно почти не появлялось, и мы удивлены, что встретили его так быстро, когда существо отдалилось. Чинь Жань все объяснил. Королева и Хан Синь переглянулись, но ничего не сказали. Они понимали, что Чинь Жань повел их в обход только из-за того, что не хотел, чтобы об этом существе узнали. Пошли, будем молиться, что нам больше не встретилось это существо, сказал Суй Дон Цзинь. Ни у кого не было желания снова столкнуться с ним, поэтому люди значительно ускорились. Хотя на этой горе было много странных феноменов и страшных существ, но им повезло, и путешественники не столкнулись с серьезными проблемами. Спустя шесть дней они почти достигли вершины. Хан Синь на минутку остановился и посмотрел на путь, который они прошли, но, к его удивлению, юноша почти ничего не увидел. Все скрывали облака, образовав море с белой пеной. Казалось, что он забрался на небеса и оказался в мире, где обитали только феи. На вершине было видно огромное старинное дерево. Множество веток разрослись в разных направлениях, оно было похоже на гигантский гриб. Ветки были толстыми, переплетались друг с другом и напоминали зонд, который укрывал всю вершину. Дерево выглядело могущественным. Хан Синь издалека рассматривал его. Хотя он читал, что на вершине находится такое дерево, но то, что юноша увидел своими глазами, отличалось от того, что он представлял. Это великолепие завораживало. Среди листьев можно было увидеть множество существ. Были группы белых птиц, которые отличались друг от друга. Гигантское дерево казалось целым миром, где было построено убежище для различных птиц. Это было невероятно. На этом дереве обитают тысячи существ и около тысячи разновидностей птиц. Небесные соколы, которых вы ищете, самые большие среди всех. По нашим подсчетам, их больше тысячи. Среди них есть и существо со священной кровью, сказал Сюй Дон Цзинь. Хан Синь нахмурился. Трудно было представить, что на этом дереве обитает столько существ. Похоже, что когда люди приблизятся, то им придется сражаться не только с небесными соколами. Скорее всего, их заметит чуть ли не каждая птица, тогда они могут оказаться в большой опасности. Королева и Хан Синь ничего не ответила, а Чинь Жань, улыбнувшись, сказал. Хотя на этом священном дереве обитает множество существ, не стоит так бояться. Каждая разновидность имеет свои правила, и они обитают на определенном участке дерева. Небесные соколы обитают на самой верхушке. Это существа довольно хитрые, поэтому я вынужден признать, что вам будет очень сложно на них охотиться. Чинь Жань и его люди не были заинтересованы в том, чтобы помочь Хан Синью и королеве осуществить их цель, из-за которой они и пришли сюда. Поэтому они отошли в сторону и решили просто ждать и наблюдать за охотой своих двух спутников. Когда королева сказала, что они пришли сюда, чтобы охотиться на небесных соколов, Чинь Жань не поверил, что они действительно смогут это сделать. На дереве было множество существ, соответственно добраться до верхушки было очень трудно. Кроме того, небесные соколы были очень быстрыми, поэтому сила людей не имела бы значения, если бы они не смогли их догнать. Чинь Жань решил, что королева пришла сюда для того, чтобы попытаться убить супер-существо, а охота на небесных соколов было просто оправданием. Королева взглянула на Хан Синья, так как она считала, что охота на небесных соколов будет опасной, учитывая их место обитания. Даже имея крылья от души существа со священной кровью, они не смогут спокойно пролететь мимо остальных птиц, обитавших на дереве. Пока они будут достигать верхушки, их начнет атаковать множество существ. Даже несмотря на то, что они взломали генные блоки, справиться с таким количеством существ, по ее мнению, было невозможно. Старший Чинь, а мы можем подняться по дереву? Спросила королева и посмотрела на Чинь Жаня. Улыбнувшись, Чинь Жань ответил. В стволе дерева есть множество насекомых, которые довольно жестоки. Если учесть, что на вас одновременно будут охотиться и птицы, и насекомые, то, думаю, у вас будет очень мало шансов на выживание. Ребята, вы оставайтесь здесь, я сам буду охотиться на небесного сокола. Хансень знал, что Чинь Жань не врет. Перед тем, как сюда прийти, он прочитал много информации. Но юноша не стал бы приходить сюда, не имея плана. Глава 626. Охота на птиц в море облаков. Чинь Жань был удивлен, что Хансень вышел вперед и решил сам отправиться на охоту на небесного сокола. Он считал, что это было целью именно королевы. Сюй Дон Цзинь и остальные посмотрели на Хансеня, будто они собирались наблюдать за интересным зрелищем. Все хорошо знали о навыке королевы небесном го, поэтому они думали, что женщина попытается забраться на дерево, быстро убить нужную птицу и, применяя этот навык, убежать оттуда. Никто из них никогда не слышал имя Хансеня, поэтому когда он заявил о своем желании охотиться на небесного сокола, все решили, что это было глупой затеей. Они считали, что Хансень не сможет этого сделать, а только доставит им неприятности. Королева кивнула. Хорошо, я буду ждать тебя здесь. Для Сюй Дон Цзиня такое решение королевы было большой неожиданность. Он думал, что женщина попытается остановить Хансеня. Хансень призвал крылья и взлетел. Сначала он покружил вокруг дерева, а потом начал подниматься на верхушку. Увидев, что юноша стремительно полетел к верхушке, чтобы убить небесного сокола, Чинь Жань покачал головой и сказал. У брата Хана нет никакого терпения. Он так спешит. Боюсь, что он погибнет до того, как доберется до верхушки. Что пытается сделать этот беззаботный мальчишка? Королева молчала и наблюдала за полетом Хансеня. Она с нетерпением ждала момента, когда Хансень убьет всех птиц, которые посмеют атаковать его в воздухе. Хотя человек мог летать используя крылья, но скорость не была взаимосвязана с человеческим телом. Он не мог ускоряться тогда, когда захочет, как мог делать это на земле. Сражение с птицами в воздухе действительно было очень опасное, скорее всего, со всеми справиться было нереально. Чинь Жань наблюдал за Хансенем. Несмотря на то, что мужчина был членом семьи и Чинь обладал навыком семь поворотов, даже он не посмел бы спровоцировать такое количество летающих существ. В его глазах Хансень казался самоубийцей. Когда парень был на расстоянии в 100 метров от верхушки, его заметили. Множество птиц взлетело и устремилось на него. Это было ужасное зрелище. Было настолько много птиц, что они закрыли солнце, и на земле стало темно. Но наблюдать за таким зрелищем было захватывающим занятием. Птицы были довольно маленькими, самые большие были размером с белого журавля. Но большинство было размером с воробья или ворону. Талант, красота, сила. Независимо от того, как сильно я стараюсь, я не смогу победить людей, получивших их от рождения. Но в этом подземелье я превзойду их. Однако размер не имел значения, все они были ужасными. Несмотря на их силу, человек своими руками и ногами мало что мог сделать против них. Несмотря на то, что все ожидали подобной ситуации, но Сюй Дон Цзинь был шокирован, увидев такое огромное количество атакующих существ. Хансень, который продолжал лететь, никак не реагировал. Казалось, что он был бесстрашным. Хансень полностью сосредоточился на птицах, чтобы понять, которые из них были небесными соколами. Согласно тому, что он узнал, небесные соколы были размером с сов, только немного худее. Они были зеленовато-синего света и летали невероятно быстро. Хансень знал, где обитали небесные соколы, поэтому он продолжал наблюдать за верхушкой. Он не хотел пропустить момент, когда соколы появятся. Также, согласно полученной информации, Хансень знал, что они были быстрее всех остальных существ, обитавших на этом дереве. Они появились внезапно, возглавляя группу птиц. Однако, среди небесных соколов он не видел короля, существо со священной кровью. Это озадачило Хансеня. За мгновение, большая группа этих существ оказались перед Хансенем. Он призвал древний меч и серебряный меч, а затем, взмахнув крыльями, он напрямую бросился на них. Этот человек очень смелый. Увидев, что Хансень бросился к птицам, Сюйдуэцзинь не смог удержаться от комментария. Однако, это не было похвалой. Под этими словами подразумевалось то, что Хансень был безрассудным. Даже если он уже взломал первый генный блок, такое сражение должно было закончиться его смертью. Все-таки, взлом генного блока не делал человека непобедимым. Все равно были ограничения, которые сильно зависели от уровня физической силы человека. В ситуации, когда вас окружали, было очень сложно выжить. Но в следующую секунду Сюйдуэцзинь и остальные перестали так думать, а их челюсти отвисли чуть ли не до земли. Хансень появился с другой стороны черной занавеса из птиц, а в его руках было несколько небесных соколов, перья которых стали красными. Взмахнув крыльями, Хансень избежал толпы существ, и теперь они не могли его догнать. Как этот человек может обладать такой скоростью? Находясь в полном шоке, сказал Сюйдуэцзинь. Хансень был похож на молнию, двигаясь то назад, то вперед. Он оказался намного быстрее, чем птицы, которые пытались его окружить. Приближаясь к ним, он убивал несколько небесных соколов и быстро отлетал. Даже существа со священной кровью, которые преследовали его, не могли догнать парня. Крылья от души существа берсерка со священной кровью? Чиньжань прищурился и выкрикнул в волнении. Услышав его слова, Сюйдуэцзинь и остальные поняли, почему он был таким быстрым. Однако этот факт еще сильнее удивил их. Очень редко можно было встретить существо берсерка со священной кровью, не говоря уже о том, чтобы получить его душу. Но у Хансень была такая душа, да еще и с типом, крылья. Чтобы купить такие крылья, множество молодых прошедших эволюцию и многие торговцы должны были обанкротиться. Хансень летал и без особых усилий убивал тех существ, которых хотел. Птицы ничего не могли ему сделать, так как никто не мог его догнать. Через море облаков Хансень прокладывал себе путь, убивая тех, кого хотел. Перелетали по воздуху, а на землю падала кровь. Хансень наслаждался своим сражением, но в этот момент вспыхнул синий-зеленый свет. Появился король Фишер размером с ладонь, безумно взмахивая крыльями, он отлетел от дерева. Его скорость была не меньше, чем у Хансеня, возможно, он был даже быстрее. Хотя синий король Фишер был маленьким, но он все равно казался ужасным. Сразу можно было понять, что у него только одна цель – убить. Как ястреб, он устремился к Хансенью, приложив много сил, чтобы начать клевать юношу. Это король Небесный Сокол. Хансень начал рассматривать существо и заметил, что оно было похоже на Небесного Сокола, только было немного меньше. Перья, покрывавшие его тело, казались сделанными из нефрита, а его клюв был точно сделан из кристалла. Кем бы он ни был, но Хансень захотел убить своего нового врага. Юноша поднял серебряный меч и нацелился на короля Фишера. Но в этот момент существо кувыркнулось и уклонилось от атаки Хансеня. Сделав небольшой круг, оно снова нацелилось на парня. Хансень заметил, что к нему начало приближаться стая птиц. Он не хотел с ними сражаться, поэтому, взмахнув крыльями, попытался отдалиться от них. Однако король Фишер оказался невероятно быстрым. Хансень еще не успел отлететь, как он догнал его. Хансень применил дуал и снова попытался убить короля Фишера. Но его враг оказался быстрее, чем он и был невероятно увертливым. Меч Хансеня никак не мог попасть по существу, так как у него не получалось хорошо прицелиться. Но Хансень не мог оставаться на месте, потому что его сразу окружат множество птиц. Ситуация быстро стала опасной. Твой партнер очень талантлив. Он настолько талантлив, что смог разгневать короля Небесного Сокола. Говоря это чень, Жань прищурился и пристально наблюдал за Хансеньем. Мужчина решил, что когда парень вернется, он должен будет...